10 странностей и секретов джаваскрипт, психофизиология пользовательских интерфейсов, вышел html 5.2, вышел погнали, даже не просто погнали, а html погнали, короче, всем привет, меня зовут Александр Гончаров, меня Никита Тарасов, с вами проект uwebdesign, подкаст называется суровый веб, и у нас выпуск 151 на часах, а именно время 20 минут 12 по Челябинску, 25 декабря, уже во всех, как ты говоришь, цивилизованных странах Санта-Клаус раздал подарки, а мы еще 7 дней ждем, да, или сколько там, типа, ну, около того. Да, 6 дней ждем, или 6, 7, 6, короче, знаешь, знаешь что, вот знаешь что, если, допустим, вы следите вот просто за американцами, да, или за европейцами, они же, им же похрену, они же прям и в Рождество работают кто-то, и в Новый, ну, в свой там Новый год, понятно, он у них не праздник, да, то есть, и мы так же, понимаешь, мы с тобой 25 декабря, нет, чтобы оливьешку резать, да, уже, мы записываем. Так, еще бы, я даже думаю, что мы и стрим в четверг умудримся провести, прям в колпачках, так сказать, будем приветствовать, причем не в новогодних, а в белых таких остроконечных, будем записывать стрим, так что да, мы-то на износ работаем, что говорить, мы уже люди новой эпохи, люди мира, не просто челябинцы, россияне, а да. Короче, громкие темы мы уже вам обозначили, я считаю, прям вот без, кстати, нет, с, хотел сказать без лишних слов, а все-таки нет, с лишними словами, лишние слова у нас такие, первая тема, она из рубрики разработка, поэтому я считаю, надо на сухую прям всунуть нашу главную разработческую весть. Я бы не сказал, что она лишняя, это как раз самая главная тема у нас сегодня. Ну, согласен, за неимением других, так сказать, интересных, интересных, есть у нас тема, называется uwebdesign.ru slash smarttape, это наш гениальный партнер, самый лучший хостинг в России, в странах СНГ и почти в мире, я считаю, что лучше только гугловские облака работают, и то иногда, когда их китайцы дудосят, они не справляются с таким потоком, как это делает smarttape. Практически самый-самый-самый человек, дорогой, самый-самый, самый-самый, родной, только хостинг. Да. Но он недорогой, кстати. Он-то, кстати, как раз, как самый безупречный роман, он абсолютно недорогой, мы его когда-то придумали сами, мы с ними давным-давно, уже лет 5-6, наверное, с их бета-режима вообще, с какого-то там суперстарого работаем, и с каждым днем, с каждым годом их сервис только лучше становится. Он, как хорошее вино и хороший коньяк, виски, с годами только приобретает, и столько тарифов, сколько у них сейчас есть, вообще, я считаю, даже западло людям давать. Просто люди не смогут выбрать. Ты сейчас заходишь на uvdesign.ru.smarttape, переходишь по реферальной ссылке, а на реферальной вы можете помочь нашему проекту, и там столько тарифов, там прям глаза разбегаются, как в том, в той шутке, да, что, я не знаю, что пить водку или спирт, все такое вкусное. Вот там все такое вкусное, и выделенный хостинг, сервер, когда ты покупаешь прям железку для себя какую-то, и аренда, когда ты свою железку высотой 1u засовываешь к ним в дата-центр, за ней там следят, ее обхаживают, ухаживают, и дают тебе... Здесь, знаешь, должна быть картинка, там, свою железку засовываешь в дата-центр, и здесь картинка терминатора, улыбающегося. Или бендера, бендера, мне кажется, это в его стиле, да, такие шутки. Но вообще, даже для каких-то вот базовых проектов вы бы хотели попробовать каких-нибудь своих клиентов перевести на супер безотказный, отличный хостинг. У них есть безлимитный хостинг 2.0, который на SSD-шках прям работает, бесконечное количество доменов, бесконечное количество этих почтовых серверов и так далее. Поэтому просто попробуйте, ewebdesign.ru slash smartape. Я считаю, будущее для вас начнется уже сегодня, если вы прямо сейчас перейдете по этой ссылке. Закройте наш подкаст нахрен, мы даже не обидимся. ewebdesign.ru slash smartape. И вперед попробуйте, бесплатные 2 недели, 10 дней, в зависимости от того, какой услугой хотите воспользоваться, вам предоставят. Никто с вас лишних денег не возьмет, попробуйте, если вам не нравится, пройдете дальше мимо с им говном пользоваться. А нормальные люди останутся на лучшем хостинге в мире. ewebdesign.ru Да нет, понимаешь, кроме того, что ewebdesign.ru slash smartape, да, я просто хочу сказать, что вот как минимум, вот по-простому. Если люди уже работают 5-6 лет, да, и не загнулись, делают хостинг и процветают, это уже говорит о том, что у них все хорошо, у них хороший хостинг. Конечно. Тут даже лишнее ничего не надо говорить. ewebdesign.ru slash smartape. Да, ewebdesign.ru slash smartape, какие лишние вообще вещи. Первую тему нам предложил Diary of Script, наш новый суперподписчик, наш новый суперфанат, супер. 10 странностей секретов JavaScript, она называется, на хабре, и мы прям ныряем в нее. Казалось бы, хотели без лишних слов, а целых 5 минут, не пойми, о чем говорили. ewebdesign.ru slash smartape. Так вот, это, кстати, перевод. Это перевод статьи, причем очень старой, с 2011 года, с Machine Magazine. Причем перевод тоже старый, он 2013 года. Ну, а так скажем, некоторые вещи не потеряли актуальности и по сей день, даже с выходом ECMAScript 6 и так далее. И вообще, ну, их важно знать для понимания JavaScript, для того, чтобы его реально любить, хотеть им пользоваться и уметь. Надо знать все вот эти исторические моменты, которые некоторые актуальны, некоторые нет. Здесь я прям не позволю себе зачитать, потому что слог переводчика, он, конечно, да. JavaScript. Одновременно пугающий и притягательный. Я уверен, если бы Пабло Пикассо был программистом, то он создал бы именно этот язык. Ну, здесь является объектом, пустым массивом. Он равен false, а функции летают рядом с ним, как теннисные мячики. На первом канале. Дмитрий Нагиев, да, вот именно так. Целевая аудитория статьи — это продвинутые разработчики. Внимание, продвинутые. На самом деле, ничего продвинутого здесь нет, но, видимо, в 2013-м такие продвинутые и были разработчики, которые хотят узнать больше о JavaScript. Это коллекция странностей и хорошо хранимых секретов. Секреты некоторых глав могут пригодиться вам при разработке собственных программных продуктов, другие просто являются предметами для смеха и осуждения. В любом случае, мы начинаем. Здесь прям такая, знаешь, как детская сказочка это начинается. Но, кстати, 2011-й, когда вышла сама статья, это год, когда вышло последнее издание Flanagan'а, JavaScript Definitive Guide. Поэтому прям вот да, там-то все эти секреты еще как раскрыты и покрыты. Простите за лошадиный жаргон. Первое. Типы данных и объявления. Весь блок называется. И первое. Нул — это объект. Если... Это известная всем странность уже. Сам он девальвирует, так сказать, секреты. Известный всем секрет. Нул — это объект, причем самый высший из них. Нул — это полное отсутствие какого-либо значения. Скажете вы, и вы, несомненно, правы. Однако, как бы то ни было, у меня есть доказательства. И вот оно. Alert. Он, между прочим, проверяет все еще все алертами. Нет, чтобы в console.log интеллигентно, нормально написать. Но нет, он алертит. И на самом деле я даже вот прям консоль открою вместе с вами. Кстати, где она? Вот она у меня. И я просто вот напишу console.log. Это же и так не буду. Просто type of... Нул. То есть он вообще не церемонится абсолютно. Он прям, да. Он прям алертит нам. Без подготовки, без прелюдии. А я буду просто в console писать type of нул действительно object. То есть нул — это... Если мы запросим у него type of, это object. Но несмотря на это, нул не является экземпляром object. Экземпляром object. Как вы помните, в JavaScript прототипирование, прототипированное наследование. Поэтому все у нас в итоге переходит к object, да? Ну, кроме там других типов данных, основных. Любые цифры, числа, они являются экземпляром объекта number. А каждый объект является экземпляром объекта object и так далее. Так вот, нул — это отсутствие значения, поэтому он не может быть экземпляром чего-либо. Поэтому если я проверю нул, instance of object... Так, сейчас я... У меня тут... Инстаграм процесс. Черт. Тоже хорошо. Это прям... Ты решил в инсту по-быстрому зайти, да? Я понимаю. Нул проверить, есть в инсте нул или нет. Нам возвращают, что false. Нул — это не instance большого объекта object, но тем не менее. None. None — это число. None — это not a number, расшифровывается, кто не в курсе. Так вот, если мы выведем type of none, то, понятное дело, он нам скажет, что это number. Ну, просто потому что с числами он сравнивается. Но если мы будем сравнивать по тождественному равенству через 3 равно none, 3 равно none, то каждый none, он не равен самому себе. То есть это каждый раз такая пустота, которая вот не равна вообще ничему. Единственный способ сравнить что-нибудь с none — это функция из none. Ну и если мы, например, отправим из none none, то она, конечно же, вернет true. То есть вот так можно проверить, not a number — это not a number или нет. Здесь еще вот эти присказки. А что, ваша голова еще не болит? Вот такие. Ну то есть на самом деле на переводе очень сложно это все реально передать. Но там вот на английском эти шутки более сносно звучат, на русском как-то костистые, непонятно. Массив без каких-либо ключей — это ложь. И здесь он нам говорит о том, что, автор я имею в виду, что любые значения в JavaScript, а на самом деле вот в PHP-то то же самое. То есть они есть истинные значения и ложные. Truthy and falsy это говорится. Он переводит это как правдочка и кривдочка. То есть это не именно булевые значения true и false, а это те значения, которые при приведении типов, а в любой динамической типизации есть приведение типов, они будут возвращать либо true, либо false. Так вот, если мы проверим new array, 2 равно false, то да, пустой массив без ключей — это false. Но если мы сделаем 3 равно, то есть тождественное равенство, то это уже false. То есть значение как бы кривдочка, фолси, но не полный false. Вот такая вот хрень. И, ну да, это космос на самом деле, но как бы вот да. То есть просто массив пустой, он как бы фолси, но не равен булевому фолсу при приведении типов. То есть значение равно, но значение плюс тип не равно. Короче говоря, если другие фолси значения перечислить, то есть, ну просто булевый фолс, zero, null, undefined, пустые строки и not a number. Все это приводит к фолс. Но только вот в контексте сравнения через 2 равно с фолсом. Если мы будем сравнивать через 3 равно с фолсом, то это будет только реально булевый фолс будет ему равен. Так, здесь дальше мы присваиваем какое-то переменное значение 0, сам вар, и сам вар сравниваем с фолсом. Просто через 2 равно, через обычное равенство, не через тождество, выводит true. Потому что числовое значение 0, оно кривдочка. Но если мы с тремя тождественными сравним, то будет фолс, потому что числовое 0, нихрена, это не булевое фолс. Здесь, и кстати, если мы пустой массив, так скажем, сравниваем с фолс, с двумя равно, то окей, да, это действительно фолс. Но если мы, так скажем, это вычисляем, сейчас расскажу, как это называется. Ну да, вычисляются. То есть, короче говоря, evaluate, например, if some var, то тогда alert hello. Я сделаю тоже через alert, хотя казалось бы. Some var, я сделаю это пустой массив у нас сейчас. И вот я проверю то, что это hello. Короче говоря, пустой массив, если его сравнить напрямую, с сравнением с фолсом, да, он скажет, что это фолс. Но если мы его в if засунем, if some var, то это будет true, потому что по факту переменная-то определена. Пустой массив-то размечен как бы, поэтому это уже true. Ну, в общем, вот такой космос. Это, понятно, все даже уже не такое... Сейчас на собеседованиях по JavaScript уже даже не такое спрашивают. А всякий бред, типа там скобочки, 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 логическое или другие скобочки. И что это будет, true или false? То есть там вообще космический бред. И там еще какие-то строки он выводит, и да. Но, тем не менее, вот надо это все знать, если вы хотите быть true JavaScript-программистом. Хотя... Ну, слушай, это как минимум тебе нравится должно. Вот эти вот скобочки-скобочки. Ну, не мне, а тому, кто соискатель является. Ну, да, да, тебе-то понятно. А вот соискатель, да. Короче, дальше блок, так сказать, вещей с регулярными выражениями. Я консоль закрою, потому что это все проверять я не очень хочу. Оно здесь все говорит само за себя. Есть несколько методов, которые работают с регулярками. Большинство работает просто с реплейсом. И это, кстати, здесь пишут, это один из самых секретных секретов JavaScript. Он пришел к нам в версии 1.3. Обычно как мы реплейсим? Берем какую-то строку, у нее точка «replace». Первый параметр — это сама регулярка. А второй — это, ну, на что заменить. Вот здесь в данном случае есть строка 10.13.21.40.82 почти из Лоста. Я, правда, не помню в Лосте сколько было. Помнишь, ты смотрел Лост? Ну, я понимаю, что там были цифры. Там были цифры, которые надо вводить, чтобы там магнитный реактор какой-то не жахнул. Он, кстати, потом жахнул в итоге, спойлер, алерт. Но как бы это было 10 лет назад, кто еще не посмотрел, тот лох. Ну, кто хотел, я имею в виду, посмотреть. Кто не хотел, тот как бы и не хотел, остался в своем праве. Ну, так вот. И реплейс, ну, любые цифры на звездочку. Вот так можно интерпретировать это регулярное выражение. Он их заменит. Но если мы хотим получить возможность самому выбрать место для замены, то есть не просто все цифры заменить, а проверить, если цифра меньше 30, то тогда ее заменить. На самом деле у функции реплейс есть возможность вторым параметром передать коллбек. И вот этот коллбек уже в нем, ну, вот там с match, например, параметр match, сказать, что мы, вот match — это каждое звено, которое соответствует этой регулярке. Вот мы ее еще проверяем. А если вот то звено, которое регулярке соответствует, еще нашему условию отвечает, то только тогда заменить. Вот такое вот можно функцию реплейс передать. Это самый секретный секрет в JavaScript, я напоминаю. Если кто-то еще считает, что самый секретный секрет — это нормально промисс заставить работать, или что-то еще. Нет, это то, что реплейс может принимать коллбек-функцию как второй параметр. Пятое. Регулярное выражение — это больше, чем найти и заменить. Ну, понятное дело, что регулярки не только match и реплейс делают, они на самом деле еще могут нам просто вернуть, так сказать, true или false. Есть ли в этой строке такая-то комбинация? Может быть, мы ее не хотим ни на что менять, мы просто хотим узнать, есть она там или нет. Для этого у нас есть метод test. Причем у него синтаксис немного другой. Если в предыдущем случае в реплейсе мы сначала берем, так сказать, исходник, и к нему применяем точка replace, то здесь мы берем регулярку и к ней применяем точка test, а в параметре передаем там, что ищем, так сказать. Ну и здесь есть пример о том, что если строка три и более буквенно-числовых символа имеет, ну, например, строка hello соответствует, она имеет пять буквенно-числовых символов, мы ее тестим, он выведет просто true. То есть он не будет нам заменять что-то в этом hello, я, так и быть, этот, так сказать, пример я проведу. Вот он. Тест hello действительно возвращает true, он нам ничего не заменяет, не возвращает нам замененную строку или что-то еще. Кроме этого, если вдруг, если вдруг мы хотим динамически регулярки создавать, то есть в данном случае у нас регулярка строго прописана. W, кудрявые скобки, 3 запятая пустота, да? А если мы вдруг хотим какую-то переменную всунуть в регулярку, например, вот... Звучит заманчиво. Звучит заманчиво. Звучит как мечта какого-то из школьников засунуть переменную в какую-нибудь регулярку. Так вот, мы, если действительно мы хотим сделать это динамически, в зависимости от того, что пользователь ввел, то мы и будем проверять, то нам нужно уже использовать объект regexp. Вот его объявлять через new regexp. Господи, это прям... Это хуже, чем Карлу Клару Кораллы. Так вот, первым параметром передаем саму регулярку. И вторым параметром... Блин, я лох. Я не знаю, что это значит. Иг. Короче, вторым параметром мы здесь переводим... Передаем иг. Ига, татаро-монгольская. Ну, в общем, мы создаем этот объект, да. И его уже передаем в string match. И там можно использовать переменные. В предыдущем случае, если мы будем к такому abomination передавать... Ну, вот если вот здесь где w, просто всунуть вместо w какую-нибудь, например, переменную, то будет ошибка, так не получится. Поэтому мы можем с помощью этого объекта regexp делать динамически регулярные выражения. Следующий блок — функции и контексты. Контекст — это scope. То есть, просто многие уже знают это по-английски, даже не знают, как по-русски. Контекст — это scope. Так вот, мы можем подделывать scope. О, ужас. А можно no scope прям? No scope забанят сразу, прям в консоль джиоскриптовой. Хотя нет, no scope — это стрелять без прицела. Да, без прицела. No scope мне как wallhack придумывался в голове. Практически. Все примерно из той какой-то оперы. Короче, классический вот фрагмент. Мы объявляем переменную animal.dog. Еще варм объявляем. Сейчас-то мы уже летами и констами все делаем в экмоскрипт 6. А вот тут вар все еще. Атовизм практически. Наши подписчики-то на это смотрят, и у них слеза умиления. Все равно, что пятиклассник программирует. А вот тогда действительно такие статьи писали в 2011-м. Хотя, конечно, я юродствую. На самом-то деле в некоторых браузерах все еще нет экмоскрипт 6. И когда мы через бабель прогоняем это все, все равно вар возвращается в итоге. Но сейчас не об этом. Объявляем функцию getAnimal. У нее есть параметр adjective. Ну и мы просто говорим, что вот если мы добавляем lovely, вызываем функцию от lovely, то получается lovelyAnimal. Потому что thisAnimal у нас переменная animal в объекте window. По умолчанию контекст у нас window общий. И мы когда выполняем функцию из window контекста, оно ищет window.animal, находит его и все выводит. Но мы можем подменить контекст и, например, объявить еще кроме, ну вот здесь тот же метод, тот же AnimalDog. Мы можем объявить объект myObject, у которого будет единственный ключ Animal, и он равен Camel, то есть верблюду. А после этого вызовем метод getAnimal, но не просто сразу с параметром, а мы сделаем у него точка call. И первым параметром передадим ему контекст, вторым параметр сам. То есть тот, который к callback getAnimal перейдет. И получается lovelyCamel. То есть мы можем это подменить. Это может быть не самый секретный секрет, конечно, JavaScript, но вот для меня это тоже было прикольно, любопытно. Кстати, есть еще и apply. Только apply нужно параметры, которые уйдут в сам getAnimal, передавать не просто через запятую, а передавать их массивом. То есть здесь, ну, в данном случае массив с одним элементом lovely будет, просто и все. Седьмой пункт уже стал давным-давно хорошей практикой в JavaScript. Это когда функции вызывают сами себя. Мы ее объявляем внутри скобочек, и этими скобочками же сразу и вызываем. И это то, как я заменял, когда еще работал активно с jQuery, вместо того, чтобы писать document ready, я просто объявлял, оборачивал все то, что мне нужно было проделать после того, как загрузится jQuery в эти круглые скобки, и круглыми скобками же вызывал. И мне это позволяло добиться того же результата, что и document ready, только работал это быстрее и выглядело приятнее. Так вот, в данном случае, ну, нам показывают, что это еще и выполняет реальный смысл, если мы вдруг хотим вызвать, ну, допустим, есть у нас переменная sumvar. Мы задали значение hello, и после этого вызвали через одну секунду alert sumvar. Он нам выведет не hello, он нам выведет goodbye, потому что после этого мы определяем на goodbye. Сначала он задаст все переменные, потом выделит эти все методы, выполнен. В случае, если мы обернем это все в скобки, setTimeout, функцию, и сразу ее вызовем от sumvara, он сначала нам запишет hello, потому что еще в тот момент, когда парсится эта страница, сразу же выполняется функция. Как только она объявляется, сразу же выполняется, а в тот момент sumvar еще был равен hello. То есть это просто еще и для, так скажем, для того, чтобы логику приложения соблюсти, очень полезная фича. Блок браузер. Восьмой пункт. Firefox читает и возвращает цвета в RGB, а не в 16-ричных значениях. Казалось бы и похрену, но тем не менее, если использовать метод, там, getComputedStyle от какого-нибудь элемента и взять у него color, то все большинство браузеров вернут ff99.00, ну, например, а Firefox вернет RGB-шное значение. Да как бы и похрену. Ну, вообще любопытно, но повторюсь, как бы и похрену. Блок дополнительно. Блок дополнительно — это то, на чем всегда все ржут. Ну, то есть, вот, например, девятый пункт. 0.1 плюс 0.2 — это не 0.3. Это 0.3 до хрена 0.4 в данном случае с JavaScript. Проблема здесь не в самом языке, а в... в том, что когда математика выполняется, это, в принципе, в компьютерных неточностях дело, то все значения переводятся в двоичный эквивалент. А 0, ну, 0.1 в двоичном эквиваленте нельзя сделать именно 0.1. Там близкое к нему значение. Ну, вот 0.1 до хрена 0.4. Из-за того, что, видимо, нечетное. Ну, и поэтому вот такие проблемы. Ну, здесь пишется, что данная тема широко рассматривается на всяких форумах, на компьютерной науке и разработке. Ну, вот просто в других языках есть, видимо, автоматическое округление. Вот и все. Десятый пункт. Десятый пункт неопределенное может быть определено. Это, ну, здесь, собственно, связано, скорее, с глупостью. Короче, все мы знаем, кто разбирался, что undefined можно подменить в JavaScript. Вот есть какой-то стандартный undefined, который вот, ну, равен тому, что что-то не определено. Но это, по бреду, не зарезервированное слово в JavaScript. То есть ты можешь undefined присвоить любую, ну, например, строку I'm not undefined. И после того, как ты неопределенную переменную сравнишь с undefined, он, естественно, выведет false, потому что undefined у нас уже другой. Но это уже немного из другой истории, а именно из той, что все пишут, что не надо переопределять прототипы в JavaScript, хотя это, к сожалению, и возможно. И все говорят, что хорошей практикой является не определение этого. Так что вот, да. Кто, кому интересно, можете еще вот здесь список всех зарезервированных слов в JavaScript открыть. Там, кстати, с Mozilla reference. Но я думаю, вы и так уже это все знаете, поэтому вот мы первую тему преодолели так триумфально. Но, слушай, 10, я напоминаю, 10 странностей и секретов JavaScript. Это практически, знаешь, топ-10 лучших игр в 2018 году. Вот, 10 странностей и секретов JavaScript. Это, как бы, я считаю, достаточно такая популярная будет тема, интересная. Ну, да, за исключением того, что я только когда уже... Я согласен на обложку. Что еще-то на обложку ссувать? Там у нас все остальное такое не очень громкое. Просто я увидел, что тема 2011 года только когда мы начали подкаст писать. Я поэтому... Вот, да, у нас такая выдержанная тема. Опять же, как я говорил, что с годами, как вино только хорошеет. Хостинг Smart Tape. Вот, видимо, youbdesign.ru slash Smart Tape. А вот, видимо, про JavaScript темы они тоже с годами только улучшают, поэтому мы ее и обсудили. Дальше у нас интересная... Окей, дальше самая интересная тема. Самые интересные темы, как и первая наша тема, такие же интересные. Например, у нас есть Patreon. Patreon.com slash ewebdesign. Можете зайти на него и поддержать нас. Причем поддерживать нас, знаешь, в длительном. Настоящее длительное время. Прям вот взять, стать патроном на Patreon.com slash ewebdesign. И вот прям месяцами, месяцами поддерживать нас, чтобы мы были рады. Собственно, здесь разные есть награды. За разные бабки вы можете нас поддержать. Так что просто зайдите на Patreon.com slash ewebdesign и посмотрите. Изучите. Предметный вопрос. Я вообще даже могу сказать, что это долгие позиции. Это вот как на бирже. Не на короткие позиции играть. В два раза подросло какое-нибудь говно, его автоматически слить и все, чуть-чуть денег поднять. Нет, здесь быстро ничего не подрастет. Но зато наши 5-долларовые патроны уже получают свои стикеры. То есть мы их отправили еще в начале декабря. И многие из них уже получили их. И уже радуются и довольничают. Это, конечно, разовая награда. Но никто им не мешает потом стать 10-долларовым патроном и получить еще одну награду. А именно предварительный доступ к подкастам. На сутки раньше всех смотреть. Получать удовольствие. И вообще. То есть тут есть всякое есть. Поэтому просто перейдите туда и знайте, что в наших сердцах у вас будет отдельное место отведено вам, если вы нас поддержите именно здесь на Патреоне. Спасибо вам заранее. Да. Кроме этого, у нас есть сайт ewebdesign.ru и все. И не хотел сказать слэш какой-нибудь. Но нет, ewebdesign.ru есть сайт. На него заходите, регистрируетесь. Там справа разберите. Я надеюсь, что наши слушатели хотя бы умеют регистрироваться на сайтах. Согласись. Это уже будет хорошо. Есть такая надежда, но лучше я им здесь покажу. Зрители посмотрите, а слушатели просто представьте. Второй блок в сайт-баре справа ewebdesign настоятельно рекомендует. И там есть войти на сайт и зарегистрироваться. Вот зарегистрируйтесь, вам будет намного удобнее жить вообще. Да. И для чего вы зарегистрируетесь? Для того, чтобы оставлять нам темы к следующему подкасту. Берете в специальную тему справа. Заходите. Там пишите комментарий с какой-нибудь интересной статьей, например. И оставляете ее. Мы ее рассмотрим в следующем выпуске. Скорее всего, если она интересна. Опять же. Да, если она пройдет все наши круги. Не надо думать, что если вы вдруг написали какую-нибудь заметку о том, что такое тег-боди и что такое тег-хтмл, то она обязательно попадет в следующий подкаст. Нет, так не будет. Надо именно интересную тему. Именно интересную тему. Кроме этого, вы можете нам просто задонатить на ewebdesign.ru slash donate. Зайти и традиционным методом, знаете, там ввести все ваши данные, данные карточки, кредитки. Все вот это. Цену, точнее стоимость. Яндекс.Деньги, PayPal, вебмания для наших украинских друзей и подписчиков. Все варианты для вас. Надо будет биткоины обратно добавить. А то я их убирал, когда на исхедж взламывали. И все кошельки полетели, так сказать, в трубу. Поэтому если у вас просто жгут вам деньги ляжку, вы не хотите играть там в Patreon, не в Patreon, что-то еще, то просто ewebdesign.ru slash donate – это прозрачный способ нас поддержать, занести нам денег. Заранее вам спасибо. Да. К тому же вы можете у нас заказать рекламу, например, если вы солидный дядька или тетка. На worksobakaewebdesign.ru пишете, то есть на почту. Как все, собственно, солидные люди и делают. На почту пишут. Worksobakaewebdesign.ru пишете, говорите, вот я, значит, директор Газпрома. А можно мне на 50 минут в вашем подкасте уделить буквально? Буквально какие-то 50 минут в подкасте? Мы говорим, конечно же можно, 17 миллионов долларов. Вот именно. А он говорит, да пффф. Он говорит, пффф, что так дешево? Я у Radio IT за 20 миллионов, значит, покупал. А вы-то еще круче, чем у Radio IT, по слухам. Поэтому забирайте деньги и все. И проваливайте. Worksobakaewebdesign.ru Еще у нас есть телеграм-канал Телеграм-группа Можете на youbedesign.ru Узнать ссылки, увидеть Зайти по ним И там и общаться Или не общаться, если вы просто будете подписаны на новости Все в ваших руках Весь самый уникальный контент сейчас на телеграм-канале Им проще всего заниматься Туда проще всего постить Поэтому там больше всего самого интересного Актуального и вообще Это прям сейчас Это прям топовое место Наш телеграм И значит у нас есть еще стикеры Во Вконтакте, которые можно заказать Заходите на vk.com.ru На наш паблик Вконтакте И там увидите два товара Два стикера, которые можете Просто практически сразу же Как знаешь, горячие пирожки Расхватать быстрее И мы новую партию сделаем Новую партию стикеров с новыми крутыми А у вас будет первая ревизия Это всегда приятно Коллекционные стикеры Можете даже их не наклеивать А поставить куда-нибудь в рамочку Я тоже сейчас хотел сказать Что вы можете их, да, не наклеивать А еще именно прям вот Гордиться тем, что они, так сказать Не распакованы Не распакованы Не тронуты Ну и вообще Я напомню вам, что Это бесплатная награда Нашим пятидолларовым патронам Вот эти два стикера Так что Если хотите стикеры Можете и там нас тоже поддержать Все варианты для вас Все только, чтобы вам было удобно Приятно и хорошо с нами Да, да Ну и все, собственно Переходим к дизайну Да, начиная дизайн Первая тема Психофизиология интерфейсов Тема, предложенная Антоном Миляевым Нам на сайте, опять же На ubizorin.ru Пишет Мэбэ кто-то кидал или было? Если нет, то вот Психофизиология интерфейсов Как управлять вниманием пользователя Используя базовые знания Психофизиологии Ссылка на статью По скрипту Скорость просмотра статьи Обратно пропорциональна Скорости смерти твоих близких То есть он нам предлагает Очень быстро пробежаться по статье Собственно, что мы и сделаем Ну, обратно пропорционально Вроде все правильно понимаю Значит, на Tilda.education Статья Психофизиология графических интерфейсов И здесь, собственно, о чем? Что же такое психофизиология И графических интерфейсов? Вообще, психофизиология Это наука, изучающая Нейрофизиологические механизмы Психических процессов Состояния и поведения Ну, слушай, сразу понятно Пока непонятно Да, пока непонятно О чем мы будем говорить конкретно? Значит С точки зрения теории систем Человек — это информационная система Ну, как комп Грубо говоря, да? Если есть разные каналы ввода И вывода информации В человека Оу, е Да В компьютер информация вводится При помощи клавиатуры, мышки Ну, там, бла-бла Любых устройств ввода Того же микрофона, опять же А пользователь получает информацию По зрительному каналу Через экран Через аудиальный канал Тактильный То есть там Вибрации Apple Watch Вот как здесь приведен пример Основной канал, естественно, визуальный То есть, как мы видим Поэтому мы рассматриваем физиологические аспекты Поведения человека При взаимодействии с графическим Визуальным интерфейсом То есть, как он реагирует Просто как он реагирует На визуальную составляющую Ваших интерфейсов Ну и вот, собственно, погнали Погнали У меня уже восторг начался При виде рыбок Начался Супер Марио Брадерс Согласен У меня тоже Потому что, во-первых, что? Во-первых, что? Здесь по группам разбито Первая часть Первая, точнее Не по группам А по частям Группы — это первая, в принципе, часть Так называется Что же это за рыбки-то из Марио Которые, да? Здесь много вообще используется Рыбок из Марио Особенно вот в первой части По крайней мере Да и дальше, по-моему, будут Они нам говорят Что, типа, чуваки Все же знают это правило 7 плюс минус 2 То есть, что человек Человеку для решения задачи Комфортно воспринимать Определенное количество объектов Да мы даже в этом подкасте Тысячу раз уже Тысячу раз говорили Тысячу раз говорили, значит Здесь Где-то был какой-то интересный факт Ну вообще Вообще мне очень понравился факт Тут немножко углубляется Кроме вот того, что просто 7 плюс-минус 2 объекта Еще и пишут вот, например Что лучше всего Человек запоминает цифры На втором месте цвета То есть цвет Ты скорее Вот ты скорее быстрее запомнишь Номер машины Представляешь, да? Ну без букв, например Чем цвет машины Хотя спорно Но допустим Если бы, знаешь Если бы цифры были Такие же огромные Вот да Цвет машины То он бросается В глаза А цифры, они где-нибудь там В заднице написаны Или в переднице Вот Или в переднице И это не так все Отображается в памяти Буквы на третьем месте Буквы на третьем месте Соответственно Ну и там дальше Здесь есть небольшая Такая диаграммочка Графич Точнее И на самом последнем месте Символы Не имеющие смысла То есть всякие там Иероглифы Абракадабры То, что мы не понимаем Что происходит С символами Мы вообще их не запоминаем То есть Очень легко делать Знаешь Какие-нибудь загадочные Такие Ребусы Которые Сложно запоминаемые Какие-нибудь Не знаю Как в стиле Индиана Джонса Вот они вот Хрен запомнишь И потом С бутерин Ты не выберешься Да И от камня не убежишь Я сейчас вспомнил Что воры Они всегда Надевают Рыжие там Всякие парики Прочий бред Там накладные уши Ресницы Чтобы это запомнилось А Какие-то реальные вещи Типа там Рост Вес Кровяное давление И сила Они уже как бы Не отложились Память Блин там рыжий был чувак И похрен на что Он парик этот скинул Потом как бы И все Но главное Не скидывать Здесь же в мусорке Потому что Как мы знаем по фильмам Мусорки прилегающие Их проверяют Детективы И как бы Потом они поймут Что скорее всего Все-таки волосы Это были не рыжие Вы их сжигаете Где-нибудь уже потом А не А представляешь Ты рыжий да Но все равно Специально скидываешь Парик рыжий Как будто Вот это идеальное Гай Ричи Так я такие фильмы Снимал про дебилов Прям вот Так что да Да Ну вот здесь Еще немного информации О том что Вот нам дают Некоторые скриншоты Что вот типа Вот смотрите Как правильно делать Что например Пять пунктов меню Лучше чем Десять пунктов меню Здесь это на скриншотах Видно Вот Кстати говоря Чуть дальше еще Будет немного про объекты Но допустим Следующий Подпункт Геометрическая память Ориентироваться в пространстве Человеку помогает Внутренний GPS И здесь О том что Короче у людей В мозгу есть сетка Которая позволяет нам Навигировать Внутри пространства И эта сетка масштабируема Ты-то часто Навигируешь в пространстве Конечно Есть масштаб планшета Все равно пространство Покрывается сеткой И мы вспоминаем Определенное место Это наша геометрическая память Если человек вспомнил место Где находится объект У него нет необходимости Активировать другие зоны мозга Для идентификации По цвету Или форме То есть ты помнишь Где у тебя там ярлычок Такой-то лежит Тебе похрен какой он Ты помнишь Что он там Просто нажимаешь И все И так же на сайте То есть Каждый человек знает Что где-то справа вверху У нас корзина Правильно? Вот я даже не знаю Вот сайт захожу Интернет-магазин Пойду Справа сверху На корзину Правильно? Все И там найду скорее всего Если не найду То плохо сделали сайт Скорее всего Стопудово Потеряли клиента Сразу автоматически Конечно Вот дальше здесь Хороший пример приведен Вот конкретно Про количество объектов И все Вот допустим В iOS Даже на больших телефонах Даже на iPhone X По-моему Хотя я наверное вру Я могу соврать Вообще iPhone X Он меньше чем 8 Plus Ну там буквально Пол дюйма Или типа того Да Я вот не могу сказать Сколько 8 Plus По вертикали Значков помещается На рабочем столе Но что-то типа Тоже 5-6 Знаешь Точно 6 Минимум 6 да? Точно минимум 6 да Да Ну не больше Ну вот посмотри Кстати как у Microsoft Нет у меня на 6 Значит там вообще 8 Ну на плюске да? Ну да Ну да Ну в общем посмотри Как много всякого дерьма На Microsoft хрени Просто можно запутаться Мне кажется Ну оно как бы Это мы уже мертворожденное Дитя наблюдаем Здесь больше уже Microsoft И не работает Видимо как раз По этой причине Да Я имею ввиду Microsoft Ушло с рынка мобилок Кто меня неправильно понял Сейчас Не-не Они ушли прям Оси больше не делают Короче Только на Ubuntu Все сидят теперь Короче Чуваки Смотрите дальше Закон памяти Еще как работает Эффект края Ну все мы знаем Что запоминается Всегда либо первое Ну и первое Очень хорошо запоминается Допустим Впечатление о человеке Так же и Впечатление о сайте Первое Ну какое-то первое значение И последнее значение И какие-то краевые значения Вот какие-то значения По серединке Хреново запоминаются То есть Для них прям надо Сильно башку напрягать Чтобы запоминать Что там внутри было Вникать То есть это когда тебе Действительно было интересно Тогда да Вот А так в основном На первый взгляд Конечно же Боковые значения Какие-то Минимально-максимально Например Вот Группировки объектов Что человек Запоминать легко Может головой Сгруппировать Несколько объектов То есть ты вот Иногда просто Сам себя ловишь на мысли Что ты Сгруппировал Вот смотришь на Какие-нибудь там Я даже не знаю Ну сложно На стаю птиц Например Которая пролетает мимо И ты ее можешь Сгруппировать Глазами Головой Вот эти там Такие-то Эти-такие-то Например В геометрические фигуры Ты их группируешь И все нормально У тебя Мне это напоминает Какие-то клетки Когда их обводят Вот этим желтым этим Что это какие-то Инфузории Туфельки сразу Похоже Похоже Здесь еще много Про группировку По-разному Что в принципе Если говорить Про сайты То Вот этот ритм Написания Такой Ваш Например Текста То есть там Строки Абзацы Это все как бы Группировка То есть знаешь Если Не бандитская только Группировка Заметьте То есть Значит Если ты Не делаешь абзацы Ни хрена Пишешь сплошным матрасом Огромную Огромную Такую Стену текста Это будет Очень сложно Для восприятия Вообще Человеком В принципе Тем более Сразу Прямо хочется сказать Психофизиология Прямо страдает Конкретно Конечно Особенно Вот это в СММ То есть Сразу видно Неопытного СММщика Когда он пишет Пост Какой-нибудь В группе Вконтакте Например В паблике У него там Не единственная абзаца Ничего нет Он никакой переноса не делает Просто стенка какая-то И картинка Нет Знаешь Самые опытные СММщики Они делают Первый абзац Потом читать далее Читать далее Не в какой-нибудь Паблик ведет 18+, Там где Шмалью торгуют Нет Он ведет На Вики страницу А там уже Можно всю разметку Использовать Прямо жирные Заголовки И так далее Вот так делают Прямо топовые СММщики Поэтому Психофизиология Интерфейсов Она прям важна Я знаешь Я как будто Прямо мне нужно Именно Нам оплатили 15 раз Чтобы вот сказать Именно вот Темку отработать Так сказать Нет Ты как будто Знаешь Тебя у доски вызвали Тебя у доски вызвали И чтобы вот подытожить Как бы Мало И ты говоришь Любые свои знания Но вставляешь Вот это как раз Про вот Отмену крепостного права В РФ Да Вот Короче Ну Следующая часть Это контраст Следующая часть Это контраст Конечно же Опять же Отсновываясь на первой теме Человек запоминает Какие-то яркие вещи Например Какие-то выделяющиеся вещи То есть Вот как например Группирование объектов Только например Контраст Очень легко его заметить На многих сайтах Например На том же сайте Apple Мы видим девайсы Которые абсолютно Контрастируют с белым Вот этим цветом Вот этим Или серым Серебряным таким цветом Там бывает на черном фоне Что-нибудь светлое Ну да Контраст там конечно Соблюдается Конечно Вот Применяется очень часто Расфокус На заднем плане Такой блюрчик Чтобы подчеркнуть Передний план Это часто используется На каких-нибудь там На ваших Алертах Каких-то всплывающихся Месседжах Вот Да Контраст Это очень важно Опять же Подытожу я Что еще можно сказать Значит Естественно Здесь есть Немножко про баннерную Слепоту Конкретно Это тоже как бы В принципе Часть контраста То есть Баннеры И Сама статья У тебя Визуально Отличаются Ты головой Понимаешь Что вот тут Вот у тебя Место под рекламу Вот Почему нам иногда На некоторых сайтах Вот этот вот Баннер Казалось бы Это не баннер Не рекламный баннер Знаешь А там реально кнопка Кажется именно баннер Рекламным Потому что они вот так Хреново разделили Сделали такой контраст Сильный Что как будто нам кажется Что это вот реально картинка На которую хочется нажать Увеличить член Просто сразу Вот Поэтому Следите за контрастом Смотрите То есть Наоборот Если у вас будет Небольшое отличие Между баннерами Рекламными Да Какие-то нативные баннеры Я не знаю То есть Тогда наоборот Чувак будет думать Что это вот прям Вот все уже в сайте Там стройно внутри Опять же Не факт Что это хорошо Иногда нужно Чтобы реклама Отличалась От контента Ну да Чтобы она хотя бы Отпечаталась В башке А то Рекламу прочитают Так же спустя рукава Как и всю статью Как и вашу статью Да Вот Лицо и взгляд Лицо и взгляд Ну Многие знают Об этом Что лицо Это ловушка Для глаз Как здесь написано Естественная Ловушка Для глаз То есть Если вы видите На фотографии Что человек Смотрит в какую-то сторону Допустим На какой-нибудь текст Вы невольно Проследите Как бы За его взглядом И тоже прочитайте Этот текст Вот Ну и в том числе Просто лица Просто Здесь тоже будет Об этом по-моему Лица людей Они притягивают Больше чем Какие-то геометрические фигуры Там Не знаю Даже звери Ну может быть Только Не знаю Котики Больше привлекают Чем лица людей Я не знаю Или сиськи Не успел Но Лица людей Это очень притягательная вещь Потому что мы привыкли Общаться с людьми Ну кто-то может не привык Конечно В основном Общаться с людьми Через Эмоции Смотреть на Поведение человека Через лицо Мимику Поэтому лицо Это очень такая Штука Если вы хотите Привлечь внимание К своей странице Как же Как любят Взять стоковую фотографию Какой-нибудь Женщины Да Или Гарольда Или женщины В каком-нибудь брючном костюме И поставить Вот В принципе Все оттуда и растет Что еще Что еще Контраст размера Ну естественно Контраст размера Это мы знаем Сделать одну большую кнопку На сайте Чтобы именно на нее Все нажимали Не делать Естественно Кнопку купить Абсолютно невзрачную Какую-нибудь Такую Маленькую Текстом Восьмым кеглем Нет Надо здоровую кнопку Огромную Но Естественно Под дизайн Под ваш Но чтобы она Контрастировала И опять же Выделялась По размеру На фоне Остальных Каких-то рядом Элементов Рядом стоящих Если по крайней мере Конверсионная Кнопка Вот Что еще Что еще Контраст Ну да Про контраст Конкретно здесь тоже По-моему Здесь как раз И сказано Про создание таблиц Пример использования Контраста Размера При создании таблиц Стиля Да Имеется Имеется Надо Выделять Во-первых Заголовки Обязательно Заголовки Абзацы Выделять Главы Не зря же в книгах Главы выделяются Отдельным Там Жирным Каким-нибудь шрифтом Например Чтобы Понимать Где закончилась Где началась Глава Чтобы чувак Не пропустил Вот эту стену Текста Опять же Контраст Движения Ну Так как мы в интернете Нам можно сделать Какие-нибудь анимации Можно сделать Какие-нибудь анимации Которые будут сильно Привлекать людей Потому что анимация Это все-таки Ну Такой Как бы Как сказать-то Элемент Который Реально Приковывает Взгляд Потому что Просто что-то Двигаться Мне кажется Мы же хищники Мы же охотники И как бы мы Невольно следим Когда есть какой-то Вот общий фон И хоп Что-то мышка Какая-то пробегает Нам хочется Вот мне Я не знаю Какого Мне хочется прям Схватить И сожрать Конечно Поэтому движение Оно прям Я иногда прям По монитору Лапой вот так Даю Короче И нормально И за курсором Сам следишь Одной рукой Вводишь мышкой Второй рукой За ним следишь Я понял Какие хищники Какие хищники Чтение Третья часть Чтения Ну здесь Такие общие принципы О том что Чтение у нас происходит Как чтение Собственно происходит Так элементы Надо располагать То есть Если вы находитесь В европейской стороне Слева Направо Сверху Вниз Читается Обычно Чтение происходит Именно так У людей В вашей стороне То соответственно И сайт Под вашей аудиторией Будет именно так И читаться Именно так Элементы Надо располагать Вот Здесь написано Многое Что допустим Было бы странно Если бы Майо Шел в обратную сторону Например Сразу видно Что странно Что-то мы домысливаем Иногда То есть Здесь есть фотографии Где чуваки С орудиями Такими На войне Мы просто домысливаем Что слева На самом деле Есть враг Какой-то Мы как бы Не видим его Но понимаем Что слева Могут переть враги Потому что мы как бы Слева направо У нас все прут Понимаете Да нет Просто туда раз направлено Все Ну и туда Да И туда направлено Вот Изображение И текст Мозг решает задачу Следующим образом Сначала пытается Из изображения Выдянуть всю информацию А потом Если не получается Читает текст Поэтому Вот Часто пишут В презентации Делают такую Картиночку основную И какой-то Небольшой текст Чтобы человек Сначала Считал картинку А потом Прочитал Там что осталось И вот Между прочим Это используют Гуглы у себя В поиске Они делают Такую превьюшечку С видосиком Так Вот Чувак понимает Да там про пиццу Например И видишь Что how to make Home made pizza Все Все круто Можно заходить на ролик Не бояться Там ничего такого не будет Вот Далее Тут еще прям Супер старая Картинка из гугла Такого уже не было Тысячи лет Но тем не менее Превьюшки все равно есть Конечно Они все еще так и остались Здесь есть фоточка Барака Обама Просто посмотрите на нее Ну здесь опять про то же Что надо Лица Очень сильно Которые притягивают Они очень сильно Вас хваляют Newyorker.com Что прям Идеально сверстанный Сайт Какой-то Пиктограммы Очень удобны Для пользователя В плане Считываемости Информации Нужно стараться Их использовать Чаще Единственная проблема Зависимость Значения Пиктограммы От контента Да Но это как С дорожными знаками То есть Нам проще же На дороге Увидеть знак Пешеходного перехода Да Чем если бы там Не знаю Стоял бы Блядь Монитор Короче И на нем Шел человек Просто переходил Не знаю Дорогу И мы бы смотрели На это Ну сколько бы мы На это смотрели Вот Естественно Как на огонь и воду Вечно скорее всего Никогда бы не проехали Вот Короче Это да Вот Поэтому так же знаки И Но знаешь Часто бывает проблема Подобрать знак Некоторые прям высасывают Из пальца То есть вот Есть у тебя какая-нибудь Есть у тебя какая-нибудь Иконочка И ты вот прям Хочешь ее примить Вот она классная Или наоборот У тебя есть какой-нибудь Абзацик текста И надо какую-нибудь Иконочку И ты прям вот Просто не знаешь Ну что вот сюда Можно поставить Короче В таких случаях Мне кажется Либо текст надо менять Либо иконку другую подбирать Когда у тебя Ну абсолютно Неговорящая иконка О тексте Как бы Ну Здесь надо уже думать Засечки Тоже все знают Про засечки Что Хотя ну как все Не все На самом деле Что Текст с засечками Читается лучше Чем без засечки Но многие наши подписчики Я думаю знают Потому что мы здесь часто И про типографику Тоже говорим Поэтому Если вы не знали То прям подписывайтесь Да Ну длина строки Длина строки Тоже Очень подробно о том Какой должна быть Идеальная длина строки Написано в книге Роберта Брингхерста Основы стиля В типографике Между прочим Есть ссылка В статье Так что можете Тоже ознакомиться Ну понятно Что длинная Длинная колонка То есть именно Широкая Точнее колонка Широкая Сложна Для глаза Но это Так же как и узкая Да Так же как и узкая Но это вопрос о том Что человек Человек удобно Читать С Примерно таким Раз С такой шириной Примерно как его лицо Вот чем шире у тебя морда Тем ты можешь Шире читать Соответственно Ты имеешь в виду Что стюи Он верхнюю Плашечку Идеально Наоборот С стюи Он специально Ему скрол делают На сайтах Такой горизонтальный Чтобы нормально Было Вот Ну тут здесь Написано про интерлинияж Естественно Интерлинияж Важен Конечно Не надо ничего слеплять Не надо ничего Разлеплять Сильно То есть тоже Слишком разряженное Не надо делать На сайте И слава богу Нам в УЗИ Преподавали Курс По Adobe And Design По верстке Так сказать Именно текстовой верстке И мы с тобой Не пугаемся При слове интерлинияж Ой да Нам не кажется Что это какой-то Знаешь Десерт Подайте нам Интерлинияж Нам с шоколадным соусом Или корицей посыпать Да мне знаете Вот как есть С клубником С говном Как ваш дизайн Вот Оформление текста Но оформление текста Здесь тоже Это по букве F То что читают люди Хотя на самом деле Здесь вроде как Не написан этот принцип По моему Но люди смотрят На заголовки Под заголовки Хотя вот я За собой замечаю Что я заголовки не читаю Нет здесь написано Это про F А то что ты не читаешь Это у тебя дислексия Видимо какая-то Ну у меня да Да здесь написано про F Да действительно Но я вот почему-то Очень сложно Я очень часто Ся ловлю на мысли Что после третьего абзаца Какого-нибудь Я иду и читаю тему Иду и читаю тему Чтобы Так 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 Стоп 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 Ага 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 И тогда у меня три Абзаца подтягиваются Знаешь И встают на места Потому что Иногда сложно Без этого Ты прям вот смотришь На статью У тебя сами абзацы Там подтягиваются Когда встают Да Да Не скачиваются Нормально в принципе А ты потом Что ты Жрешь перед статьей Нормально будет Ты поаккуратнее Не сможешь различать Заголовки потом Вот Да это побочный эффект Так Обратная пирамид Обратная пирамида Текста Прием из новостной журналистики Какая информация Подается по степени Значимости Сначала самое важное Потом детали То есть Обратная пирамида Имеется ввиду Если пирамиду поставить Башкой вниз То самое широкое Огромное Такое заголовок Огромное Огромное Заголовок Попал под лошадь Остап Бендер Да И ниже Там какие-то Другие вещи Вот Это всегда Всегда заголовок Люди увидят Прочитают Огромный Там Опять же Бузовый Новый Альбом Фотоальбом Я хотел сказать Да у нее Там не поймешь Да у нее все Да у нее все Ну такой быстрый пир Бузовый на самом деле Короче все Арбузовый Все Короче Физиология интерфейсов Закончена Я думаю Что в принципе Такой легенький Легенький Экскурс В нее был На самом деле Здесь Все намного шире Рассмотрено Но так как Статья достаточно Длинная И самое главное Со ссылками Мы каждую все равно Не сможем посмотреть Поэтому Обязательно Загляните в описание Там много полезных ссылок И в том числе Будет ссылка На эту статью Да и вообще На самом деле Это большой блок От Тильды Дизайн в цифровой среде Называется Мы вот 15 статью Рассматривали Психофизиологии интерфейсов Сейчас Саня 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 А все Вот сейчас у меня Запись снова пошла Все Да нормально Я просто случайно Я случайно Секунду свернул Понятно Это Здесь на Тильде Это большой блок Таких Образовательных статей Вот мы 15 Посмотрели Вообще-то Их уже 20 Я не знаю Они в данный момент Выходят еще или нет Но вот вы можете Их тоже посмотреть Здесь как бы Реально Они заморочились И прикольно Оформили И хороший контент Спасибо за предложение Антона Миляева Еще раз Да Так Мы дальше Идем По дизайну Движемся И у нас Статья Смузлей Смузли Джастин Бейкер На мое Пишет Топрайтер На медиуме И Статья Называется Так Самый Прям Полный Гайд По UX UX Точнее Гайд По Дизайну Цвета Я кстати уже к нам в телеграм-канал За час где-то до записи этого подкаста Уже выложил, что будет вот эта тема Она реально прикольная Почему бы и не поделиться ей заранее Поэтому У вас сейчас у всех уже вы такие Я уже прочитал И мне уже как бы не очень интересно Да никто это не читал Я уверен, что у нас наши слушатели Разучились уже читать И они только слушать могут Ну тоже может быть, да Я причем Это не порог их Это просто жизнь сейчас такая Слушательная Поэтому да В общем есть Такая даже Международный цветовой консорциум В 93-м году он образовался ICC И вот они придумали На самом деле Очень большое количество Парадигм О представлении света в диджитале То есть о том Как это все должно быть Стандартизировано Чтобы не путаться И чтобы вот каждый Не изобретал свой велосипед И ну они Они придумали Такие Фундаментальные вещи Которые касаются Именно цвета в диджитале Как например Цветовое пространство Здесь вообще Эта статья Это по сути дела Просто большой набор понятий То есть это Такой так сказать Словарь Такой вот Именно Ну вот да Это не художественный Вымысел Так сказать Это вот такой Технический справочник Будем говорить Вот первое Это цветовые пространства Все мы их знаем Они бывают Аддитивные Бывают Субстрактивные То есть Вычитательные Ну вот например РГБ СМИК И так далее Это то Как мы цвет представляем В двоичных Так сказать Представлениях В то Какие мы Именно Цвета Какие именно Цвета Участвуют У нас Ну все мы знаем Что вот просто Физический спектр Цветов Очень большой Но не все Экраны Не все Устройства Вывода Способны Весь спектр Передать Поэтому Для разных Устройств Разные цветовые Пространства Ну дальше Мы уже Об этом поговорим Но если Вспомнить То Всякие Принтеры Сканеры И прочие Другие Девайсы Которые Печатают У них Именно СМИК Субстрактивные Штуки Потому что Чем больше Они краски На бумагу Белую Заливают Тем чернее Становятся То есть Там самый Так сказать Насыщенный Цвет Это черный А В экранах В любых Видах Дисплеев Преобладает Например РГБ Аддитивная Модель Цвета Представления Потому что Чем больше Мы цвета Выдаем Тем он Белее Становится Потому что Мы закрашиваем Из черноты В светлоту А на бумаге Из белоты В черноту Простите За идиотское Объяснение Но тем не менее Есть основные Цвета В нашем Классической Модели Это red Yellow И blue Например Которые В жизни Используются И здесь Есть Цветовое Колесо Красный Синий И желтый Это основные Цвета Которые Никак не Получить Смешиванием Это три Базовых Цвета Из которых Все остальное Складывается Секондари Цвета Это Те четыре Цвета Которые Простите Три Которые Складываются Путем Сложения Тех Трех Попарно То есть Если мы Складываем Желтый С красным Это Оранжевый Если Желтый С синим То это Зеленый Если Синий С красным То это Фиолетовый Вот три Вторичных Так сказать Секондари Цвета А из них Уже Есть Третичные Цвета Ну там Морковный Какой-то Там Более Лужаечный Зеленый И так далее Не будем Да я даже Не знаю Наверное У них есть Какие-то Установленные Названия Но Тем не менее Есть Комплементарные Цвета Это те Которые Лежат Друг напротив Друга По цветовому Колесу Есть Аналогичные Или соседние Цвета Это те Которые Рядом Расположены Друг с Другом То есть Светло Зеленый И темно Зеленый Зеленый И желтый Они рядом Находятся А комплементарные Это например Желтый И фиолетовый Ну по-другому Можно сказать Контрастные Но вот В теории цвета Принято их Называть Комплементарные Они комплименты Друг другу Видимо Делают Так Additive Color Substructive Color Я уже Сказал Это Ну то есть Аддитивная Модель Образования Цвета Это когда Мы цвет Добавляем Добавляем И У нас Все светлее И светлее Получается А Substructive Когда мы Добавляем Получается Черное Это Используется Как При проявлении Вот там Пленок И печати И так далее RGB Это Red Green Blue И в этой Модели Мы как раз Эти три Базовых Цвета Совмещаем Если все три Совместить Получим Белый Если совместить Красный Зеленый Получим Желтый Если совместить Зеленый И синий То получим Светло-голубой И красный И синий Получим Пурпурный То есть Вот такое Это как раз Substructive Colors Cyan Magento И yellow Они в SMUG Модели Используются Короче говоря В RGB Цвета Они включают Модели HSL HSB Они по разному Называются И такие Составляющие Hue Hue Это оттенок Это Тупо сам цвет Который По цветовому Колесу Он в градусах Измеряется От 0 до 360 0 или 360 Это красный 120 Зеленый 240 Голубой Но синий Saturation Насыщенность Это 0 Это Так скажем Оттенок Серого Который Просто серый А 100% Это полный Цвет То есть Ну здесь Зрители видят От центра Так скажем Колеса Если мы смотрим Точнее от центра Сферы Если мы смотрим Вид сверху К К ее границе Насыщенность Увеличивается А сам оттенок Он по окружности Измеряется Ну как я уже сказал По градусам Если мы будем Смотреть спереди То мы еще будем Видеть такой параметр Как lightness Который от Низу Растет к верху То есть Нижний Так скажем Полюс Этой сферы Это черный А верхний Это белый И если мы возьмем Самый центральный Так сказать Диаметр Сферы Который прям Стержень внутри Там вот все Оттенки серого Как раз и будут Находиться Другие Тинт И шейд Это оттенки Тинт Соответственно Оттенки Которые мы Смешиваем Сам цвет с белым Шейд Ну так сказать Тень Это то что мы Складываем с черным Тон Это просто Тон Который мы С серым Смешиваем То есть Другой Оттенок Это вот так Переводится Brightness Lightness Это яркость Светлость Это ну так скажем От нуля до сотни Она измеряется Ноль это черный Сотня Это белый Но если в отношении Brightness Если в отношении Luminosity То от нуля До 255 Ноль черный 255 Белый Мы это все Многократно Видели в фотошопе Там когда с цветами Работаешь Можно выбрать В какое именно Цветовое пространство И модель Представления цвета Тебя интересует И там все эти значения Можно менять Просто циферками Чтобы геометрически Одинаковые цвета Получить Например Только по Hue Менять Только сам оттенок Менять Но чтобы все остальные Параметры Такие как насыщенность И цветность Цветность Они были Уже одинаковыми Так В вебе есть RGB Как я уже сказал Red, green, blue Каждый параметр От нуля до 255 Или в процентах От нуля до 100 Есть RGBA Это еще с альфа каналом Четвертый параметр Он задает прозрачность От нуля до единицы Ноль Это полностью прозрачный Один Полностью непрозрачный То есть Ну это Это прям В CSS Даже есть RGBA Функция В которую мы можем Передавать Как раз первые три Это RGB значения И второе И последнее Это альфа канал Который нам Показывает Насколько этот цвет Прозрачный Там этот Контейнер Или что-то еще Шестнадцатеричные цвета Это по факту RGB переведенные Просто Значение Вот RGB Каждое из них Переводится В двухразрядное Шестнадцатеричное число То есть Первые два Это R Второе два Это G И третье два Это B HSL Это Как раз То самое Представление света Когда первым У нас параметр Это оттенок От нуля до Трехсот шестидесяти Второй Это Saturation Насыщенность От нуля до ста И третий Lightness Тоже от нуля до ста Это Ну яркость От черного К белому Здесь На цилиндрике HSL Очень это все Наглядно показано Для зрителей Слушателей Просто представьте Есть HSLA Как вы уже догадались A Это альфа-канал Опять же Он про прозрачность Дальше нам говорят Про то Что у цвета На самом деле Есть какие-то эмоции А именно то Что у вас вообще Вызывается В голове Когда вы видите Эти цвета Есть ахроматичные Нейтральные цвета Это те Которые По большинстве Своим Серым То есть Здесь они нарисованы Хроматические цвета Это просто все оттенки Серого От белого До черного А хроматические цвета Это где есть цвет Но они не яркие Абсолютно То есть Они Такие Бледноватые И вот Оно здесь В виде Такого Конуса Выполнено То есть Ну короче Вы меня поняли Не очень Насыщенные цвета Теплые Против холодных Ну здесь понятно Что все Зеленые Синие Фиолетовые Считаются Холодными цветами А все желтые Оранжевые Красные Считаются теплыми По своей температуре Цветовая психология Вообще Это конечно Мы вот Говорили уже В этом подкасте Тысячу миллионов раз Что это все Различается В зависимости От вашей культуры Расы Национальности Какой-то страны И так далее То есть В какой-то стране Красный Это красивый Как у нас В какой-то Это прям реально Агрессивно Не очень Поэтому Нужно участвовать Такую специфику Но есть общие Так скажем Правила Например Синий Говорит О каком-то доверии О какой-то Интеллектуальности Пурпурный Фиолетовый Говорит О том Что это Лакшери О том Что это Что-то королевское Загадочное Пинк То есть розовое Это чувствительное Любящее Так скажем Трепетное Вот музли У них розовое Видимо Они трепетные Любящие Сексуальные Оранжевый цвет Означает Молодость Счастье Привлекательность Дружелюбность Ну и так далее На самом деле Здесь есть еще Вот такая Небольшая Инфографика What colors Should you use In marketing Какие цвета Лучше использовать В маркетинге И здесь вот Пишут что Пурпурный Это мудрый Креативный И С хорошим Воображением А вот черный Пишут как раз Что Используется Чтобы Маркетинговать Лакшери бренды И я здесь Прям согласен Очень Часто Какие-то Лакшери бренды Они просто Черно-белые Сделаны Гигантский Такой черный Квадрат И одна там Беленькая Буковка Или надпись Какая-то И все И ты сразу Понимаешь Или золотистая Буковка Да-да Или золотистая Ты сразу Понимаешь Что блин Это что-то Прям крутое Если мы Говорим Про Синее То да Это доверие Сила Надежность Красное Это вот Молодежное Так скажем Возбуждающее Почему-то Здесь сказано Что оранжевое Это уверенность Дружелюбие Хотя Часто говорят Что в фастфуде Используется оранжевое Чтобы Тебя это возбуждало И ты сильно долго Не засиживался Побыстрее он сожрал И ушел Так сказать Освободил место Для следующих Ну Очень много Есть исследований По этому поводу Поэтому тут надо Конечно Доверять Но проверять Ну вот С синим Я точно согласен То есть Все социальные сети Они у нас синие Все банки синие Практически Интерфейсы банков И это действительно Вызывает доверие Красный альфа банк Мне не нравится Мне прям вот он Вот не нравится Это сейчас Не прямой Продукт плейсмент Если вдруг Альфа банк Решит Это сейчас Не прямой Продукт плейсмент Сбербанка Да Кстати Зеленый цвет Вот он Умиротворенность Рост здоровья То есть Ну да Аптеки все Действительно зеленые Я с этим Не могу не согласиться Было бы странно Знаешь Если бы аптеки Были Черные Скрестайна Вот Поэтому Обращайте внимание На то Какие оттенки Вы используете Думайте Но Не забывайте о трендах Сейчас вот у нас Пантон Ультравайлет Сказал что надо Использовать Прям вот Полный этот Королевский Цвета Королевский Да Королевский Цветовые палитры Здесь Говорится о том Что палитра Монохроматическая Когда все Из одного цвета Делается Просто несколько Оттенков Используется И здесь Скриншоты Из сервиса Политон И это реально Крутой сервис Я вот всегда Когда мне надо было Какую-то палитру Накидать Я именно его Использовал Он самый удобный Самый прикольный Там же есть Вот Триада То есть Тройные цвета Из соседних цветов Есть Комплементари Есть два Контрастных Тоже с разными Оттенками Ну здесь На скриншотах Видите Здесь Прямо сразу Накиданы Не просто два цвета А еще По нескольку Оттенков От этих цветов Которые можно использовать В разных ситуациях То есть Если здесь есть Такой коричневатый И синеватый То еще по четыре Оттенка От самого светло-коричневого Почти желтого Какого-то такого Песчаного Да Реально Бурого Ну и то же самое С синеватым От голубого До темно-синего Просто триадные Цвета Которые не соседние А почти Друг напротив друга Но вот Такой вилочкой Расположены Действительно Приятная Цветовая палитра Получается Тетрадицная Тетрадичная Короче Четыре цвета Буква Икс Такой Расположены Они тоже Вот реально Круто Смотрятся Прям вот Мне нравятся Те палитры Которые здесь Получаются В этом политтоне И это круто Отдельный параграф Здесь Отдельным параграфом Идет пункт о том Что есть Большое количество Различных Проблем со зрением Которые бывают У людей Здесь вот Много скриншотов О том Какие виды Дальтонизма Они все называются По-разному Дейтераномалия Протаномалия Протонопия Дейтеранопия И прочие Тритонопии Здесь есть Процентное соотношение Людей Которые Вот Именно так Видят И на самом деле Базовая Дейтераномалия Она не так-то Сильно отличается Ну подумаешь Вместо ярко-зеленого Видишь какой-то Желтовато-бурый В принципе Ты как бы Хотя Не мне конечно судить Я вообще Мне сложно Мне сложно представить Если бы у меня Был такой недуг Как бы я себя чувствовал Хотя наверное Нормально бы я себя И чувствовал Но тем не менее Вот здесь кстати Дальше Такой же тест Как в военкомате Да Ты все Никита цифры Видишь Так Там где Сейчас скажу 12 кругляшков Я по-моему Кстати смотрел Да Вижу Так 25 29 45 56 6 8 25 Нет Справа Это нам Нарисовано Как видят Дальтоники Точнее Как не видят То есть Нам-то надо Как раз Левые смотреть Я тоже Левые все вижу То есть Вот Не ну Тут не проблема Тут не проблема И тем не менее У нас с тобой Есть даже Знакомые Которые Это не видят Поэтому Я тебе потом скажу Кто Если ты не помнишь Здесь Расписано Какой именно Недуг За что отвечает Я не буду Это зачитывать Для нас Все-таки Это не так актуально Хотя На самом деле Актуально Это понятное дело Для всех Просто Ну Тема Слишком сильно Затянется А это Действительно Самый неважный Аспект Этой темы Просто бы Что-нибудь Сделать Какой-нибудь Проект Если еще Вот там За такие вещи Заморачиваться То это Прям вообще Уже Будет круто Ну Здесь Дальше Сказано Что любые устройства Надо на самом деле Калибровать Для цветов Понятное дело Никто этого Не делает На так скажем Инструкции По калибрации Поэтому Вот такой вот у нас Экскурс был В Цветовую теорию Так скажем От Музли Я даже не знаю Никита Как тебя спрашивать Твое мнение Это просто Ну это справочник Про него нельзя Сказать какое-то мнение Он есть Он классный Здесь все Расписано Рассказано Ну окей Спасибо им За то что они Собрали всю эту информацию Так скажем Воедино И мы можем Ею Воспользовался Следующая статья На HumbleBits Причем HumbleBits Это просто блок Куавантис Короче Не важно Просто статья Которую я Нашел случайно Называется она так Что UX дизайнера Могут выучить Из уроков Диснея Здесь именно Про самого Уолта Диснея То есть не из его Фильмов Как я думал Изначально Когда эту статью Взял А просто Тупо о том От заветов Самого Волта Диснея Который Насколько я помню Уже сам даже И отъехал Так что Вот да Человек Который Построил Диснейленд На самом деле Был просто Обычным человеком Как вы и я Причем Пишет дама Срути шарма Шрути шарма Какая-то Шрути шарма Ну короче говоря Какая-то Индусская Девушка Она пишет Такой же Как ты И я У него Были просто Мечта Открыть Такой тематический Парк развлечений И он хотел Чтобы это было Самым счастливым Местом на земле Сейчас понятно Все мы знаем Что у него Это получилось Таких парков Несколько в мире И Почему вот Именно так Все срослось Да потому что Именно Был он Customer oriented Дисней То есть Он никогда Не хотел Чтобы это было Так сказать Его отдушины И он весь такой Вот я Дисней Я хочу чтобы было так И мне похрен Что людям будет неудобно Нет Он максимально Был ориентирован На своих клиентов И именно это И позволило ему Добиться того успеха Которого он добился То есть Вот он говорил Что Любой Любой Вот если У гостей Запомнился Опыт пребывания В Диснейленде Значит его цель Достигнута То есть Для него Даже было важно Не столько Здесь и сейчас Чтобы было хорошо Сколько Когда они вышли Из Диснейленда Они про это помнили И им видимо Хотелось вернуться То есть Он тогда уже понимал Что самое главное Это не просто покупатель А вернувшийся покупатель Вот Ну или хотя бы Рассказавший Об этом Хотя Ну мы все Знаешь В Диснейленд Реально Те кто Недалеко живут Они достаточно часто Туда ездят Как мы просто В парк ходим Поэтому Да Ну и вот здесь Он говорит о том Что А что вообще У UX дизайнеров Общего с Диснеем В конце концов Парк развлечений Это вообще Это вообще другое Это вообще другое И заставить В какой-то 40 мы уже Книгу 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 Или как Это сейчас Называется Мы дети 90-х Называем Это гостевой Книгой А вы Можете Как угодно Вашу контактную Форму В фидбеке Хоть раз Написали Блин Чуваки Было бы прикольно Если бы у вас Вот тут в сайтбаре Сразу были ссылки На ваши соцсети Сделайте это Потому что Один человек Написал А подумало Наверняка 15 Как минимум Просто 14 Других Сказали Да и похрен Но я к ним Больше просто Не зайду Никогда И все Но это не значит Что на месте Этих 14 Не будет еще 150 За год Поэтому Нужно всегда Понимать Как именно Пользователи Будут использовать Ваши приложения И идти им Действительно Навстречу Что в конце концов Если вы хотите Потешить свое Самолюбие Это можно сделать И более Простыми Методами Которые не требуют Вмешательства Других людей Поэтому Мораль Она такая Что будьте Капитаном Этого корабля Но не забывайте О своей команде А ваши гости В данном случае Это команда Потому что без них Ваше приложение Никуда и не поедет Так что Вот Да Ну здесь На самом деле Еще Об усердии Говорится О том Что вот Дисней Он когда Работал Со своей командой Кто работал Ну просто Хорошо Он их хвалил И говорил Ну вот Чуваки Еще чуть-чуть Постарайтесь Потом они делали Реально Great А он говорил Блин Чуваки Вы прям Вообще Вы самые классные Теперь надо Майндбловинг Сделать И вот Пока они Не сделали Майндбловинг Он их заставлял Все на шажочек Лучше На шажочек Лучше Делать И так далее Нужно Нужно Сделать Прям Вот прям Волшебно Прям вот Лучше чем Great А еще вот На шаг Дольше И У нас Эта тема попала Именно в рубрику Дизайн И Шрути Шарма Написал Именно про эту сферу Поэтому Почему бы и нет Надо отдать ей должное Тем более Что у нас вот Недавно вышел фильм Последние джедаи Да Восьмые звездные войны Как раз Диснеевский Поэтому Сейчас Дисней Прям вот на слуху И почему бы Он сам правда Не знает об этом Он то уже Он может перевернулся Там где нибудь Где он может переворачиваться Если бы узнал Что они уже сделали Но тем не менее Ладно что Идем в светские новости Светские новости Причем Мы даже можем передохнуть Мы уже час двадцать в эфире Почему бы этого не сделать сейчас Потому что Потом ты там После светских новостей Вообще уже все Так что Конечно Мы вас ждем Всех уважаемых слушателей И зрителей После перерыва Проведите его с пользой Сходите И устроите себе Праздник Какой-нибудь Небольшой Или большой И увидимся После короткого перерыва Снял Так Продолжаем Значит У нас все-таки Блог светских новостей Правильно? Ну да Да Google Chrome Включил Включит Нативный Adblock Первая такая тема Вообще Знаешь Как будто Самая громкая Знаешь Можно и на заголовок Такую И прям хоть куда Потому что Реально В Google Chrome С 15 февраля Получается Пацаны Хотят Включить Команда Google Chrome Решила Что Давайте-ка Сделаем Так Чтобы Какая-то Реклама У нас Блочилась В Chrome Вот реально И Они Видимо Понимают Что Много Рекламы Может вызывать Эпилепсию Человека Какая-то Реклама Вообще Там Просто Заставляет Ваши Глаза Сразу Кровоточить Кровоточить Поэтому Они Насильно Ее Вырубают Причем Не так Просто Не так Варварски Как Кажется Они Вырубают Какую-то Не вырубают Которая Проходит По их Стандартам И Они Сделают Специальный Чекер В Который Можно Будет Чекнуть Ваша Реклама Проходит Нет Ваш Баннер Который Увеличит Член Если Проходит То Все нормально Хром Не будет Блокировать Если Не Проходит То Извините Так что С 15 Февраля Такая Штука Будет Как Ты Считаешь Это Новая Веха В жизни Отблок Самим Браузером Во-первых В Safari Уже Есть Это Но В Safari Отблок Все Реклама Которую Они Найдут И В данном Случае Мне Кажется Это Ну Не то Чтобы Сговор А просто Это Какой-то Google Сам Является Провайдером Реклама Представь Себе Что Он Просто Будет Блочить Всю Не Свою Рекламу А Вот Мы Считаем Что Она Не Проходит Так Скажем По Этим То Есть Ну Вот Весь Яндекс Директ Например Сразу Улетит Мы Считаем Говорит Они Не Проходят Просто Я Надеюсь Что Да Там Хотя Будет Хоть Как-то Цивилизованно Это Сделано А не Просто Типа Если У вас Написано Яндекс На Баннере То Вы Не Проходите Вот Я Надеюсь Что Такой Сильной Войны Не Будет Но Вот Готовьтесь Готовьтесь Кто Зарабатывал Знаешь Некоторые Люди Зарабатывали Делая Гифки Порно Гифки Для Баннеров Для Реклам Возможно Ваш Бизнес Подзагнется Уже Пора Майнить Начинать Пацаны Пора Майнить Начинать Вообще Я что Хотел Сказать Я вот Знаю Какую рекламу Гугл Хром Точно Не заблочит Мука Которую Можете У нас Во-первых Купить На Work You Design Нам Написать Заказать И вот Здесь Гугл Хром Точно Не доберется Они Бессильны Здесь Здесь У тебя Нет Власти Я не помню Кто кому Это говорил Но Где-то Я помню Такую фразу Это Короче Блин Ну Наверное Какой-нибудь Гэндальф Скорее Все Мне тоже Кажется Что-то Про Властелина Колец Да Короче Суть Какая Я рекомендую Обращение Лично К Яндексу Если У вас Заблокируют Рекламу Можно У нас Подкасте Разместить Все нормально Тут Ничего Не заблокируется Короче Пойдем дальше Следующая новость Ну такие Знаете У нас Короткие Просто Интересные Новости Следующая Короткая Интересная Новость Например Опять же Про Яндекс Раз мы Уже Заговорили Яндекс Переводчик Сделали Перевод На С Языка На Эмодзи 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 Вот Значит Смотри Переходишь Знаешь Смешно То Что Нам Илья Ее Предложил Изначально Он попал В спам И потом После этого Видимо Он же Уже Под другим Ником Вульфгаард Тоже Нам ее Предложил Но Уже Не попал В спам Видимо Илья Это как-то Слишком просто Для нашего Спамбота А вот Вульфгаарда Точно Конечно У нас же Специально Отбор По никам Идет Все Кто Вульфгаарды В латах С мечами Они пропускаются Легко А Илья Не И короче Яндекс Переводчик Может Представь На Мадзи Переводить То есть Берешь Он Скидывает Специально Прикольно Ссылку На Суровый Веб Если Ввести В Яндекс Переводчики И перевести На Мадзи То здесь Будет Вот Китайская Точнее Японская Маска Такая Страшного Чувака Суровый И Паутинка Она же Веб Вот Вы можете Попробовать Не знаю Вот давай Илья Наберем Что будет Наверняка Какой-нибудь Бред Илья А Вульфгард Если Не Ну Илья Там Какой-то Человечек И Запрещенный Ну Правильно Его запретили О Если Саня Веди Саня Пожалуйста Просто Веди Саня Просто Веди Саня И Будет Круто Это Прям Это Прям Круто У Никиты Между прочим То же самое Что у Саня Есть Такой Город В Китае Я понимаю Я уже Увидел Что Просто Если Ввести Не Никита А Ники То Там Девочка Запрещенная А если Никич Просто Никич Он Настолько Он даже Не знает Эмази Никич Ладно Ладно Поприкалывай А подкаст Если Сделать Бро Если Сделать Бро То Там Гейская Парочка Будет Вот Бро Угу Угу Окей Окей Подкаст Там Радио Радио Приемничек Такой Небольшой Да Можете Поприкалываться Можете Поприкалываться Можно Просто Практически Целые Послания Писать Вашим Женщинам Например Чисто Одними Эмази Чтобы Вот Они Ничего Не Понимали Или Наоборот Они Быстрее Даже Вас Понимали Так Им Прям В мозг Уйдет Информация Если С помощью Эмази Писать Вульфгард Кстати Не Переводит Ну Как Приготовь Ужин Погоди Ладно Ладно Окей Окей Короче Вульфгард Это круто Идем Дальше Следующая Новость Это Твиттерная Твиттерная Кнопочка Кнопочка Твиттера Оказывается Твиттер Они не просто Твиттер Люди Которые Обращают Внимание На комьюнити Обращают Внимание На Тех Людей На Пользователей Которые Пишут У них В Телеграме Фу В Телеграме Все Помещался Извините В Твиттере Вот И они Как это было Может кто не знает Как это было С реплаем Собака реплай Как это было С хештегами Это все Основано На пользовательском Опыте Потому что Людям нужно было Как-то обращаться Друг к другу Через собаку Да Как-то Писать популярные Вот эти темы Как хештеги И Твиттер Это как бы Все обработали И сделали себя В сервисе Непосредственно Чтобы было Можно было бы Удобно смотреть По хештегам Смотреть по репла Ну Реплаить кому-то Соответственно Тут они увидели Наконец-то Не прошло и Сто лет Что люди Любят писать Целую историю Твитов Как бы Несколько твитов Один за одним И увидели Такой экспириенс Когда ты сам себя Реплаешь И пишешь сам себе Типа И у тебя получается Такая здоровая Опять же Портянка Из твоих твитов Соответственно Я видел Я видел Что ты так делаешь Да И соответственно У тебя там Все удобненько В одной кучке Лежит Не один за другим Чтобы знаешь Время неправильно Там надо Проскролить Сверху вниз Читать Неудобно А у тебя Все вместе И тут они поняли Что много же Пользуются таким А давайте мы Сделаем специально Плюсик Плюсик внутри Одного твита И ты прям можешь Плюсиком Внутри твита Это кнопочка В приложении Прям плюсиком Наплюсивать 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 Себе целую Историю твитов Которая очень Компактно Умещается Еще компактнее Чем раньше Было Один под одним Можно развернуть Красиво Посмотреть И самое главное Потом вернуться И докинуть Туда твит Какой-нибудь Если что То есть Ну вот вообще Прям идеальный инструмент Уже чтобы Написать много Если вы уже Хотите больше Чем 200 Сколько там символов Сейчас можно 280 То прям Для вас Для вас Вы можете прям целые Я не побоюсь этого слова Если бы Не знаю Какой-нибудь Толкий Написал Опять же Книгу Он бы мог В твиттере Написать Книгу Легко Так представляешь Сколько лайков Тут хоп Шелоп Напало На фрода Все залайкали Заритвители Вообще класс Хэштег What the fuck What the hell Is going on Ладно Окей Ну вот такая Вообще Слушай Прикольно Я даже не знал То есть Я не видел Я сейчас Открыл приложение Действительно Она есть Там уже Эта кнопка Я не знаю Когда Ну тут новость 12 декабря Но тем не менее Причем Одно Непонятно Почему все еще Нет кнопки Отредактировать Твит А вот это Видимо Они не хотят Я уверен Что это нарочно Сделано Я уверен Что нарочно Вряд ли Это потому Что они не хотят Свою базу Какую-нибудь Монгу Каждый раз Каждый раз Знаешь Открывать Чтобы редактировать Нет Скорее всего Так Типа Это специально Сделано Чувак Напиши твит Нормально уже Или удали Новый Нет Просто я помню Что где-то Говорился Кто-то злорадствовал То ли на реддите То ли где Что именно Это техническая проблема Что так уже сделали Что теперь уже Не получается Никак отредактировать Ну тогда они лохи Тогда просто лохи И все Ладно Давай дальше пойдем Далее Телеграм К другим лохам К более крутым лохам Чем-то Хотя казалось бы Куда еще круче Телеграм выпустил Альтернативный клиент Для iOS смарт-тоонов Телеграм-икс Все кто пользуется Телеграмом И у кого Есть iOS Девайсы Наверняка слышали И как бы Восприняли ухом Знаешь Когда у тебя Как бы Андроид Когда у тебя там Ты уже не воспринимаешь Ничего Вот А когда у тебя iOS И Телеграм Ты пользуешься Ты наверняка слышишь Что есть Телеграм-икс Хреновина написанная На свифте То есть Сам все Телеграм написаны На свифте Работает он быстрее Соответственно На iOS Устройствах И вообще Вообще Производительнее И все 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 И меньше Живет батареи Ну в общем Все Я подтверждаю Он действительно Быстрее работает Я до себе И поставил Да И что самое главное Ну пока Пока Как я понимаю Там у него Такая темная тема Среди обновлений Там 4 темы на выбор 2 темных 2 светлых Там можно выбирать Жалко нет режима Автовыбор Так сказать Ночью темную Днем светло Я говорю Уже давно Как Опять же На приложении Reddit Должен быть Тумблерочек Чтобы у тебя Каждый раз Когда день У тебя была Такая тема Автоматически Чтобы менялась Смотрела на твои Системные часы И менялась Потому что это удобно Я считаю Да Я это только что и сказал Да Короче Что хотел сказать Вроде как Еще Есть баги Небольшие В клиенте Ничего страшного Не то что у вас Там захватит Сразу Ваш Телефон Приложение Но Как бы Есть баги В том числе Как я понимаю Оно Есть и на Айпаде Сразу Почему бы нет На айпаде Установить можно Да наверное Вот Поэтому Смотрите Смотрите Попользуйте Может быть И Просто так смешно Что Вот Телеграм Икс Оно не упомянуто На telegram.org А вот здесь Кто это получается Блогер Илья Казаков Он спрашивал Техподдержку Это официальный клиент Или нет Они отвечали Да Это действительно Официальный клиент Часть привычной Функциональности Пока отсутствует Но постепенно Будем добавлять Они походу По приколу Знаешь Сам Дуров Сел По-быстрому Написал на свифте И выпулил Так нет Просто сам Дуров В твиттере Ответил Типа Чуваки Не пишите мне Не спрашивайте Про какие-то Непонятные приложения Если этих приложений Нет на telegram.org То это неофициальные приложения И там нету telegram.x Но Там непонятно Как-то они Не договорились Ну да Не договорились Но с iTunes аккаунта Их выложено То есть Они разработчики Да Тут это написано И он заменил Видишь Приложение telegram.hd Которое было раньше И у меня был Telegram.hd Установлен И у меня реально На telegram.x И было облачко Типа просто Скачать себе Заново Что оно у меня Уже было То есть Вот такое Что-то непонятное Ну короче говоря Что-то они там Не договорились Я пользуюсь Вроде еще У меня ничего не угнали Не украли Все в порядке Все в порядке Я прям полностью Удалил старый telegram И пользуюсь Уже только telegram.x Но повторюсь Да Баги есть и интерфейсные Я как-то раз Из одного чата Не мог выйти В список чатов Пришлось выгрузить Привожение Зайти заново И уведомления Даже если ты их Замьютил Они все равно приходят Телефон вибрирует И это странно Ну да То есть они пуши Еще там не до конца Точнее нет Именно Если ты просто Весь чат замьютил То не приходят Но если у тебя Телефон в беззвучном режиме Раньше можно было Выключить Чтоб даже вибрации не было А сейчас он все равно Каждый раз Падло вибрирует Вот че Она пишет Она свифте на своем Окей Следующая тема Это Звуки Из звездных войн Тема В принципе Практически горячая Потому что Звездные войны Все еще идут в кинотеатрах Недавно была премьера Дарри офф скрипт Нам предлагает С гиг таймса Тема про чувака Практически уникального В своем роде Весь пост Это конечно же Реклама Аудиомании Которая Вот это Блог Их блок Как я понимаю Их компаний На гиг таймсе Но интересная статья Тем не менее Как бы они тут Не пиарили себя В самом конце Короче Здесь Рассказывается про чувака Который делал звуки Для оригинальной трилогии Звездных войн И даже для первой части Лукас Взял себе Да Лукас взял себе чувака Просто из универа Он тогда еще Как бы ну Сам Лукас не был Лукасом Как говорится Вот А тот чувак Не был тем чуваком Конкретно того чувака Зовут Сейчас я скажу Как Бен Какой-то он Бен Берт Да Бен Берт Короче Этот чувак был Обычный студент Но он видимо Сильно уже тогда Увлекался Когда они учились В университете Южно-Калифорнийский университет Уже тогда он увлекался Звуками Причем Самое главное Что Знаешь Все вокруг него Хотели быть Режиссерами Продюсерами Сценаристами Какими-нибудь Такими чуваками Вот А мало кто хотел Вот конкретно Скрупулезно Знаешь Работать со звуками То есть именно Звуковиков Вот таких не было И как раз Лукас спросил Там у дружбанщика Своего Он говорит Вот у меня Типа есть Берт Крутой чувак Задрот Хочешь попробовать С ним Он говорит Да базара нет И короче Взяли Берта А Берт Настолько задрочил Короче тему Что он Ему просто нравится Как что-то звучит Вообще В принципе Как предметы Друг об друга звучат И он здесь говорит Что типа Вообще-то на проекте На таком как Звездные войны На съемках в кино Там не то что Один звукач И не то что Три звукача Там целая команда Звукачей Различных И люди Которые занимаются Например микрофонами Они только Про микрофоны Только про запись Звука с микрофонов И больше ничем Не занимаются Чувак который сводит Он только сводит И так далее То есть это люди Которые отвечают Конкретно за свое Это как Я не знаю Один программист Бэкэнд Один фронтенд Один там Дизайнер Один тестировщик Да то есть Нет такого что Не знаю Тестировщик там Пишет бэкэнд Ну то есть Бывает такое Но как бы Здесь конкретно Они не пересекаются Короче Суть в чем Этот чувак Бэн Бёрд Делал все за всех Сразу Все писал Вообще все И он настолько Типа Он настолько Короче крутой Что реально Его заколбасили Ему во-первых Сразу сказали Чувак Нам надо звуки Вуки Звуки Вуки Сразу И сразу звуки R2-D2 Чувак Сразу Потому что у нас Начало с этого Начинается И мы просто Должны с этих звуков Начать Монтаж там И так далее Все Он На это насрал Короче Сначала Его очень сильно Заколбасило Он знал Прочитал сценарий Соответственно Знал какие вообще Звуки должны быть Уже Ну какие будут Существа Какие предметы Будут где Тем более что Он посоветовался Сразу с Лукасом Лукас говорит Мы делаем сказку Короче чувак У нас в воздухе Будут звуки У нас в космосе Будут звуки Все То есть это сейчас Знаешь Многие гонят В последнем сезоне В сезоне В последнем кино Про звездные войны Многие говорят Что вот типа там Бомбы взрываются Значит со звуком В этом Все такое В космосе Ну это было с самого начала Уже с самого начала Были звуки в космосе Это сразу была сказка Вот именно Они уже сделали Такую метафору То как бы Че они уже будут От нее отходить Да да А вот тут теперь У нас короче реализм Вот уже вот Дарт Вейдер умер Поэтому теперь реализм Вот и поэтому чувак Он знал Что будут Самые Самые Его больше всего Заколбасили Естественно со звуков Лайтсейберов Световых мечей Он их повторил Ну он как-то там Придумал как их сделать Там Ну там ничего Интересного особо Как-то короче Какие-то там волны Опять же как-то там Рядом с кинескопом Он прошел да Что-то такое Короче Такое жужжание Ему понравилось Жужжание кинескопа И он подумал Что вот так Будет световой меч Звучать Как кинескоп Телика сраного Старого Вот так вот Ну слушай И по сей день Звуки используются Эти У Кайло Рена Конечно добавили Уже чуть другой Ну да У него У него там уже там Ультра супер меч Мега вау Да 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 Но у него такой Нестабильный очень меч Он весь такой Прям хаотичный Сильный меч Короче Дальше что Дарт Вейдера тоже Они сначала сделали Прям склянку такую Знаешь робота Потом немножко подумали Переделали в более гибкого чувака Просто чтобы он только дышал Как будто он такой обугленный Вот Короче Убрали из него Вот эту роботость То есть Раньше он прям Поворачивался со скрипом Голова у него Прям вообще там Ну в общем Такой был прям Реально робот Огромный Железяка прям Потом короче В какой-то момент Он по прикольчику С батей гулял Со своим Ну там батя Уже то есть Что-то они там гуляли Короче Не то что он мелкий чувак А то что батя уже Как бы со стариком Гулял условно Да Ну с батей короче И что-то там батя Какие-то провода задел На прогулке И ему понравился звук То есть он реально Слушал звуки предметов И ему понравился Звук для бластеров Именно Летательных аппаратов Ему понравилось Что как провод Короче Вот так вот Он тоже это все записывал Потом он подумал Что прикольно было бы Чтобы Как бы разговаривал Вуки Как морж Он ходил там В зоопарк Снимал Звук Там как Чего Ну в общем Там целое дело Короче вот Целое дело Вот Короче говоря Чувак реально Просто слушал звуки И он говорит Мне просто нравилось Что я говорит Слышу звук И мне просто нравится Что у каждого предмета Есть свой звук Вообще в принципе То есть чувак в космосе Реально Не ну вот Это мы же с тобой Опять же в курсе Что вот у кого На чем мозг Так сказать заточен Тот тем и занимается И тут чувак Реально упоролся По звукам У него настолько Видимо сильные поля Которые за восприятие Слуховое отвечают Да Что он прям вот Все это слышит И ему прям круто Да и Ну естественно он Не то что Это просто как бы Это Тут хвалебно Вообще-то он Сразу же получил Оскара за озвучку Там в четвертой части Он сразу получил Как лучший звукорежиссер Того в год Ну короче все Там сразу космос Ну и потом Они же когда сняли Шестой эпизод Все там же был Небольшой перерыв Точнее как Большой перерыв там был Между шестым И первым Да 20 лет И первые его тоже позвали Но вот после первого Все видимо Там уже началось Какое-то видимо Какие-то переделки В составе Да И все Они уже во втором Как я понимаю уже Ну может быть с ним Наверное консультировались Я не знаю Потому что там все еще MP3-шки Да все еще эти звуки По сути играют Многие Блин сейчас будет какой-нибудь Бред что он умер На самом деле Между первым и вторым И как бы так-то его До сих пор бы сейчас Его эксплуатировали Но он уже вот все Ну и как я понимаю Это вообще чуть ли не Его интервью Так что это вроде как не умер И он тут еще типа Говорит что Я говорит Записывал раньше На свой Когда-то еще очень давно Вот когда они начинали Четвертый эпизод Он на свой вот этот Награ Какой-то рекордер Записывал звуки И последний абзац Тут такой просто С тех пор много изменилось Но кое-что осталось прежним У меня все еще есть Мой Награ Шутит он Это очень надежный рекордер Который оказывается Отказывается сломаться Я буду пользоваться им До конца своей жизни И как бы Понятно И все Короче Ну вот И в закат ушел Да В закат ушел Окей Окей Звездные войны поговорили Дальше Вафа Абзи Представляешь Вафа Абзи Комментирует нам на сайте Никогда не было И вот опять Вот да На тему соцсетей И как они на нас влияют Ну такая знаешь Тема казалось бы Должна быть глубокая А на самом деле Как будто вот ладошкой По одному месту Похлопали И нормально Короче Значит В статье Как забрать контроль Над собой У соцсетей И здесь Сначала размазывают Что вот Оказывается Оказывается Соцсети Мы от них Зависим Реально Это реально Зависимость называется Когда ты постоянно Хочешь зайти в Фейсбук Инстаграм Твиттер И так далее Вот Ни хрена себе Оказывается Грит Оказывается Ученые даже Это то же самое Что У нас есть Вот какой-то Вот там Типа выброс Дофамина Нам нравится Когда нас лайкают Если вдруг лайкают Это вообще супер круто Потому что Типа Нам очень нужно Внимание Доминантность Опять же Вот это вот все То есть Чем больше нас лайкают Тем нам еще больше Хочется заходить И некоторые люди Вообще не вылазят Из соцсетей Потому что просто Вот охота Вот Да И охренеть Тут есть сравнение Между прочим С играми С карточными играми С азартными Тут какой-то чувак Который супер психолог Он сказал Что почему Нам круто Играть Азартно Играть В карты Например Вообще круто Именно вот хочется Потому что Непонятно Сколько ставок Придется сделать Перед выигрышем То есть когда ты выиграешь Вот тебе прям интересно Вот сейчас это будет Или когда Или вот когда Вот когда Вот И поэтому То же самое Что видимо Тоже какую-то Можно аналогию С соцсетями провести Что нам интересно Когда же мы уже Станем популярными В соцсети Вот В фейсбуке Например Когда же мы станем Популярными Короче Ну и да Типа реально Считается Что это реально Зависимость Вот реально Привязанность К соцсетям Есть такая тема Да это прям Пагубная привычка Как здесь написано Но опять же Тут написано Что не у всех так То есть кто-то Заходит Ему похрен Он просто заходит Он всегда может выйти Он всегда может выйти Да как бросить Всегда может перестать И здесь есть Небольшой абзацик Такой Маня из трех состоящих Под абзациков Таких маленьких Как вернуть контроль И там просто Знаешь Тип не заходите Чуваки И вы же сами Как бы капитан своей души Как здесь написано Властелин своей судьбы Капитан своей души Глазят знаменитые строки Стихотворения Непокоенный То есть Просто Не заходите Короче Здесь нет такого Что там Посыпьте солью Вашите смартфон Положите его Уберите его под подушку И прыгните С разбега На эту подушку Да И больше Никуда уже Не зайдете Больше не зайдете Да Ну вот такая статья Короче Даже не знаю Напишите Вот сейчас Здесь хочется Сейчас здесь Хочется обратную связь Напишите в комментариях Просто есть люди Реально Вот Все знают Вконтакте Самая популярная Можно сказать Соцсеть В стране В нашей Мне хочется узнать Реально ли Сейчас Идет Такой Отказ Уже От Вконтакте Как от Соцсети То есть реально Люди перестают Заходить во Вконтакте И допустим Сидят только в Телеграме Например Или в каких-то мессенджерах Вот мне хочется узнать Просто потому что Мне так кажется Есть такая тенденция Что Все Вконтакте уже Не нужен Хотя бы как Вот как Прошлая площадка Именно что у меня там Много друзей Я со всеми общаюсь Зашу такую тему Вот Ну вот у меня Да так Как ты сейчас описываешь Я вот хочу узнать У наших пацанов И девчонок Так или не так У друзей Друганов Своих пацанов Да Хочется узнать у них Пойдем дальше Я вот тебя хочу узнать У меня тут на Хабре Прокнулась реклама Стеркрафта Второго Что он теперь бесплатен Да Бесплатно только первая ДЛЦ Там же на несколько дополнений Только первая компания За людей По-моему За Рейнера Да Да Конкретно где там Так что это Условно бесплатно Короче окей Раз у тебя Прокнулась про Старкрафт То пойдем В тему Да Я умышленно это упомянул Так бы я даже и не сказал Спросил потом А так я все это сделал В угоду композиции Нашего подкаста Гениально Гениально Короче Тема с dtf.ru Про чувака Леонардо Боярского И это Ни в коем случае Не Родственник Хотя может и родственник Хрен его знает У меня не родственник Я с ним тысячу интервью читал Он знает что есть в России Тоже Боярский Он ржакал Да Ну в общем без шляп Это тот самый Боярский Который без шляпы Это очень крутой чувак Короче Один из разработчиков Первого Fallout'а Один из разработчиков Arcanum'a Steamworks And Magic Obscura Или как-то так Вот Один из разработчиков Опять же Vampire The Masquerade Bloodlines Все это знают Он же делал Да Все знают что она провалилась Но по факту До сих пор в нее Много задротов играет И считает ее очень крутой Да Здесь собственно и написано В статье что она провалилась Но знаешь по-моему Вообще все знают эту игру Вот все Vampire Это как бы Супер популярная игра Короче И здесь такая Небольшое интервью Знаешь как у Дудя практически Только не с такими вопросами Ни сколько зарабатывает Боярский И Путин не красавчик Красавчик или не красавчик Тут не спрашивает К сожалению Не знаю что бы он ответил Так вот Здесь просто такое Такая статья Про то что Чувак ушел Из великой большой компании Blizzard Он когда-то в ней работал Не раздумывал абсолютно И здесь просто Ну не то что про успех А скорее просто про чувака Который вот любит Заниматься своим делом Вот сейчас я Немножко расскажу Короче что было Когда-то они делали Arcanum Боярский в том числе Делали Супер Была такая Wild разработка у них Короче Они бедные там Упахивались Как твари Работали Не нормировано До хрена Просто очень много У них Было очень мало Людей в команде Они короче Оставили Так 12 человек Оставили На Короче На команду Хотя могли увеличить Типа Короче И он Он пожалел 100 тысяч раз Что пришлось Заниматься Не игрой А как обычно Техническими вопросами Потому что раз ты главный Чувак Тебе надо все решать Остальное Связь там Ну менеджмент Короче говоря Менеджмент тот самый Который абсолютно Никак не связан С разработкой игры Да Вот Тут есть небольшие Такие отступления Что он там знал Чувака Скотта Линча Из Valve Это между прочим Чувак Который круче еще Гейб А есть еще круче Чем Гейб Ньюэл Вот Круче чем Гейб Ньюэл Чувак Который в свое время Сказал что да Half-Life Это круто И мы будем делать Half-Life И тогда Гейб Ньюэл Сказал да Все тогда делаем Короче То есть там вот такие Там была компания Sierra Та самая Когда раньше Помнишь была Иконочка Sierra Когда в Control заходишь Сейчас уже конечно Нету такого Давно уже Я помню Они не только Control Они и сингловые игры Тогда делали Да Они в том числе По-моему Они же начали Делать и сделали Движок Source По-моему Ну или может быть Не Source А Ну да По-моему Source Они сделали И как раз Они же Сказали Продвинули Что вот Vampire Они же Сказали Во-первых Будем делать Vampire Чувакам Вот тройка Games В котором был Боярский Потом Дальше То есть он пошел Arcanum Это и была тройка Games По-моему Тут я вот путаюсь Потому что По-моему Arcanum Мы сделали Или тройка Interplay Это Fallout То есть вот Он был сначала Interplay Это издатель Fallout Да Да Точнее Black Isle Black Isle Он сначала был там Потом он пошел В тройку В тройке Они делали Arcanum И в том числе Vampire По заказу Опять же там Видимо Sierra И так далее Они сказали Давайте на движке Source Sierra Это тоже просто Издатель Давайте типа Сделаем Vampire На нашем классном Движке Source Ну и действительно Vampire нормально Выглядит По крайней мере По тем временам Понятно что Если вы сейчас Включите Охренеете Но в принципе Выглядит Тут даже есть Скриншоты Здесь красивые Такие вампирки Они даже У них какие-то Текстуры Хорошие Даже не то что Там прям Пиксели торчат То есть такие Прям вампирши Прикольные Стрепки из девушки Танцуют Вообще нормально Короче После этого Все таки Вампиры Провалились Типа Но вроде как Отбились По баблу То есть Не то что он Там сильно А кстати нет По моему Как раз он Тогда-то В трубу И вылетел Короче Вампиры Провалились И ему Пришлось Продать дом После закрытия Тройка Они закрыли Нахрен тройку Он продал дом И позволил себе Сделать перерыв На год просто Просто настолько Хреначили Короче Настолько много Работали Столько много Нервничали Видимо Что все Чувак просто Год отдыхал Я не знаю Может быть он Просто там Упарился Наркотиками Может быть он Просто сидел Играл на гитаре Весь год Я не знаю Ну а тем не менее Короче Чуваку пришлось Продать дом Реально И вот Ничего не делать Год Не работать По крайней мере В этой сфере Короче Потом он пошел В Blizzard Так как чувак Воярский Сам по себе Он за Сюжетную То есть он РПГшник Как мы видим Раз Аркан Раз Фуллаут Раз Вампайр То короче Его взяли в Диблу В самом начале Когда Дибла Еще была плохая Совсем Сейчас Дибла Третью Третья Дибла Да Когда Дибла Третья была плохая У них был аукцион Вот это все Когда они только выпустили Они хотели Вот сделать Как-то видимо Какую-то ставку На аукцион Поставили Но там Очень многим не нравилось В том числе Я вот тоже Даже не пробовал Играть в Диблу Третью Только из-за того Слушай Мне Саня Смолкин Рассказывал Что вот после первого аддона Стало нормально Они после этого Сразу починили Да Они после этого Сразу Ну не то что починили Просто переделали систему Поняли что это говно Вот И в том числе Но Боярский Он отвечал за сюжет И он Ты как знаешь Скорее просто вот сидел там И как не на своем месте Потому что В Диабле Как мы знаем Там нахрен не надо Это Диалоги читать Это смешно Там нужен экшон Нет Там между прочим Там все равно есть лор Там есть лор Вот с этим чуваком Который там Куб Харадрика-то Приносил Старец Как же его звали Это Каин Не Каин Какой-то там Ну короче говоря Там в принципе Так-то тоже лор Прикольнее Да Там есть лор Такой же знаешь Чтобы тебя Хотя бы просто погрузить Чуть-чуть Но там нет таких Огромных диалогов Как в Аркануме Конечно Даже как в World of Warcraft Перенеси 15 этих Там нет Там по 6 квестов На локацию Я в третью не играл Я сразу скажу У меня Диабло заканчивается На второй для меня Но тем не менее Так и во второй Там тоже Там смешно Ну там просто Два диалога Как бы Такое чисто Знаешь как в Quake Там брифинг Между каждым актом Примерно есть Кстати Quake Я когда прошел В полную версию С роликами Он для меня вообще Как другая игра Открылся Там реально есть смысл Там ты Это реально десантник Который высаживается Единственный выживший Там не случайно И в первом И во втором Quake Ты сначала идешь И там трупы Других десантников Это типа Всю вашу команду Убили А ты один попал Там на планету Куда-то На межпланетную станцию И тебе надо Хотя бы выжить самому То есть Для меня это прям Вот когда я В первый В первом Quake Сыграл с роликами Реально Для меня это Я прям вот Я вдохнул полной грудью Я до этого Вообще не жил Как будто бы А вот в тот момент Зажил Ну вот да И короче А Боярский Зажил только тогда Когда Он отхреначил Десять лет Что вы понимали В Близзард Это как бы Ни хрен собачий Это даже не то Что там Он просто Год поработал И понял Что не его Десять лет Работал над деблой Между прочим Дебле столько уже лет Есть Третий Вот И короче говоря Жесть Я вот Реально Я думал Ей лет пять Вот именно Что да Уже десять лет Когда она уже вышла Ё-моё И все еще Там игроки играют Там онлайн есть И вообще все То есть все-таки Они сделали нормально И короче После этого Ему легчайше Просто Предложили Вернуться в обсидиан Ну не вернуть Что значит В обсидиан Пойти Короче Это возвращением Нельзя назвать Просто пойти в обсидиан Нет Это возвращение В том смысле Что в обсидиане Сейчас работает Много людей Из Black Isle Это в том смысле Возвращение К франшизе Фоллаут Тогда же они сказали Давайте чувак У нас будет Фоллаут Нам нужна РПГшка Хардкорная Не ну сейчас Они пиларсов Итюнити делают Я думаю Он все еще Там с ними Ну да Я имею ввиду Что тогда-то Он вернулся На Нью-Вегас На Фоллаут На Нью-Вегас Я понял Да Да Вот И они уже Он спокойно Отказался От деблы Все Близзард Не нужен Нужен Короче Обсидиан И все Круто Зажил Зожил Все классно Все знают Про мои успехи Кстати да Там про пиларсы Написано Что пиларсы Фитюнити 2 Дэдфайр Да И он тоже Этим занимается То есть это все 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 Он еще говорит Что да Я знаю Что наши конкуренты Это Дивинити Естественно Я говорит Посмотрел Но говорит Все еще не прошел Я говорит Первую Играл А он вторую Что ли не прошел Короче я говорит Вторую чуть-чуть Попробовал Но пока не было Времени Просто знаешь Не было времени Поиграть в игру Конкурентов Короче Вот так Ну видимо У них как бы Он то кто Он Геймдис Видимо геймдис Сценарист Ну такой Типа знаешь Как же это у них Называется Такой есть чувак Который Нератив Нератив геймдизайнер Который знаешь Такой Ну сюжетный чувак Такой Ну понятно Который именно Визионер Да 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 Который перед собой Это все видит Говорит так скажем И за ним как за Вангой Записывает А потом реализует Я понял Да У меня здесь Прям классно написано Во многом Это было похоже На возвращение домой Это было здорово Я люблю проект Над которым мы работаем Я по-настоящему счастлив И очень рад Что у меня появилась Возможность сделать это Еще один раз Ты дурак Чего он с ним До этого отношения Не поддерживал Мог же как бы Сразу себя Все эти 10 лет Не мучить Ну так-то да Кстати посмотри Еще раз на его фотографию По-моему он похож На Никиту Джигурду Вот так вот Если посмотришь на него Ну да Даже нос какой-то Ну я да Согласен Только рыжины Добавить чуть-чуть Вообще похож Я согласен с тобой А по поводу Obsidian Вернулся бы раньше Над которым бы вторым поработал Да много Да там у них в принципе У Obsidian это неплохие игры Вообще так-то они делают Так что как бы Согласен Согласен Одна из моих любимых студий На данный момент Хотя у меня в принципе Сейчас любимых студий Там три Ну да Obsidian это одна из них Так что Ну это все еще Те чуваки Которые делают Скажем так Даже не то что Средней хардкорности А прям реально Хардкорные RPG То есть казалось бы То на чем уже нельзя зарабатывать Они все еще делают Видимо потому что последние остались Они кикстартер А нет Они кикстартер Просто собирают А люди то есть А все равно Этого достаточно Ну и это не проект ААА класса То есть с Ведьмаком Они никак не соперничают Что Divinity Что Pillars Они на кикстартере Собираются То есть они Конкуренты то тоже Правильно выбирают Ну у нас конкурент Короче третий Ведьмак И третий Dragon Age Да нихрена Они вам вообще не конкуренты Да нет Ведьмак Ну все равно Ведьмак Они тоже поднялись с колен То есть это Как бы тоже надо Они же тоже никто были Стали Ну у них сейчас Голливудского типа Игры Там гигантские команды Эти до сих пор Я думаю в 12-ром Они поняли уже 100 раз Что они неправильное решение Но все равно в 12-ром Хреначек просто и все И боярский все еще отзванивает Скажем Куда плитку подвозить Куда там Хочется как-то хоть В Divinity сыграть Посмотреть Что-то может там Перенять Не надо звонить Тут короче столы новые подвезли Принтера там Че кого в офисы Он все еще подключает Сеть протягивает Там еще какое-нибудь говно Вот да Да Но последнее из моих тем В светских новостях Мы практически уже На финишной прямой Еще парочку тем твоих И уже прям круто Вафа Абзи Которой никогда не было И вот опять Не Ни разу Он как бы Знаешь Мы уже смотрели про эту тему Но Немножко напомнить вам Что Просто тут наконец-то по-русски И я наконец-то хотя бы сам понял Да Просто напомнить вам Короче Федеральное агентство по связи США Отменяет правила сетевого нейтралитета То самое правило Сетевого нейтралитета Которое существовало до этого в США До того как отменили Скажем так Ну еще Видимо не вступил в закон В силу Но В общем Отменят По крайней мере Уже приняли Что Все значит Провайдеры Все кто Связь вообще доставляет В Штатах Они абсолютно нейтральны От государства Никак Не зависит от аппарата То есть никто им Там не может сказать Чуваки Мы Больше не смотрим на сайт EuropeDesign.ru Или мы наоборот Все смотрим на EuropeDesign.ru Да Вот Никто не может сказать Это все Комкаст Хренкаст Они делают то что хотят Как И для их бизнеса лучше То есть понятно Что они не будут делать дерьмо Потому что для их бизнеса Это будет плохо Скорее всего Просто проблемы с государством И так далее Вот Но они Полностью никак не контролируемы В принципе Вот это сетевой нейтралитет Это было Это было Это было Пока короче У них Не было вот этого голосования Где Было Пять голосовавших Два на два проголосовали Республиканцы проголосовали За то чтобы Отменить сетевой нейтралитет Демократы Естественно Чтобы был сетевой нейтралитет И был финальный чувак Главный Который решил Который кстати говоря Был поставлен Как раз вот Трампом То есть он как бы За республиканцев топит Он естественно решил Что Нет Сетевого нейтралитета Не будет Да Вот этот Аджит Пай Которого сейчас Все сильно-сильно Хренососит И везде Подставляют его фотки Какие только я уже не видел Если честно Фотожаба Куда его только не подставляли Вот Короче говоря Такая история Такая история Я как всегда В подкасте Тебя попрошу В следующий раз Скидывать Как обычно не будешь Но тем не менее Ну вот да Ну короче Ну на самом деле То есть Я просто К чему это говорю К тому что В Штатах тоже Есть свои вот эти Вот прикольчики С ограничениями Не только у нас Знаешь как Гряз И вот у нас Роскомнадзор заблокирует Нет В Америке тоже Это считай Вообще теперь цензура Они сделали умышленную Там допустим Какая-нибудь хрень Открывается долго Нудно Зато там Специальные сервери Точка гов Они сразу хоп Там все-таки Открывается Это фактически Твой трафик Могут Прям подменять Так сказать Тебе Ты гуглишь одно И тебе сначала Всплывающее окно Может все-таки USA.gov Посетишь Да-да-да Вместо того Чтобы зайти на YouDesign.ru Ну короче Это конечно Я даже не знаю Как это правильно Откомментировать Ну в общем Хочется сказать Что чуваки Вот тоже Идут по пути Того что нужно контролировать Связь Чтобы видимо Ну это Наверное Она отчасти связана С терроризмом В том числе И вообще С ситуацией В своем праве Находится Но я уверен Что будет это Использоваться В коммерческих Корыстных целях Это точно Это точно Деньги Они я думаю Знают как зарабатывать Вот Так что Firefox У тебя следующая тема В принципе Да Firefox Не перестает удивлять Опять Вафа Почти месяц Почти месяц И прочее То есть это все Причем Есть даже ключи Типа там Ну вот я не буду Их зачитывать Network.http Tailing Delay Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Without конфиги Которые можно заменить Там можно менять задержку На которую этот код Загрузится То есть можно через Там 5 секунд После загрузки Все Может через 2 минуты И так что Никогда не загрузится Вот Ну опять же Кроме Очевидных случаев Когда Это будет быстро Могут быть и проблемы Вот например У меня на Website.ru У меня там Сделана специальная штука Что пока все не загрузится Apacity 1 не будет То есть сайт Как бы Ну из-за этого Визуально кажется Что он очень быстро Загружается Потому что он сначала Не показывается А потом хоп И есть Я это еще сделал Для того чтобы Шрифты подгружались Сразу То есть у меня там Typekit И он моргает Вот этим вот Полу-нешрифтовым Шрифтом Так сказать Сначала Arial Потом хоп Нормальный Прям при вас И я вот сделал Это Apacity С 0 на 1 Чтобы Шрифт сразу Уже был загружен Правильный Но Теперь если бы У меня здесь На сайте Был твиттерный виджет Какой-нибудь Условный То У меня бы Весь сайт Вот с этой Задержкой Firefox Пятисекундной Открылся бы Только через 5 секунд Когда открылся бы Твиттерный виджет Но опять же Это зависит от того Как я именно Устроил это У меня бы нет Потому что у меня Это я сам написал Именно на Typekit Хук Делается А есть такая штука Page Hiding Snippet Называется от гугла Которая как раз Просто Все Пока все JavaScript события Не выполнятся Делает Apacity 0 У контента И только потом Apacity 1 Вот здесь Могут быть проблемы Поэтому Обратите внимание Если что Но вообще Вот такая Забавная Незадокументированная Возможность В 57 Firefox Найдена была И последнее Что у меня есть Это Из рубрики Разработка Которая у нас Началась еще В самом начале HTML 5.2 Вышел Вот так вот Негаданно Нежданно В E3C 14 декабря Опубликовало себя В блоге Что вышла Новая редакция HTML 5 Называется HTML 5.2 И 5.3 У них типа На подлете То есть Они на 5.3 Уже Над 5.3 И уже работают Вы можете перейти Здесь по ссылке На хабре Там есть как раз Оригинальный пост А на самом хабре Тут перевод И как бы Ну Я коротко расскажу О новациях Например Первая поддержка Модульного JavaScript Теперь не надо Бандлить все В один файл Теперь можно модули Подгружать Прямо из разных папок Ну здесь есть Прямо синтакси Что в Теге скрипт Теперь атрибут Type Может принимать Значение Module И там вот Мы импортируем Объект App Из файла Который там App.js Лежит прям в корне Точка Slash App И запускаем App.run Для того чтобы Код здесь На самой странице Не засирать Мы тут Подгружаем Только И выполняем И все А там у нас уже Те модули Соответственно Могут другие модули Подгружать И так далее В общем Парсер ссылки Будет проверять Как хорошо Либо слэш Либо точка слэш Либо две точки слэш Ну там Верхний каталог Нынешний каталог Или корневой каталог Соответственно Поэтому Обратите внимание Что вот такое Теперь будет Это правда Все равно Ну наверное Не так удобно Будет Вы же все равно Все привыкли Все это Бандлить Все это В один файл Запихивать Чтобы все ваши модули Там по очереди Подгружались Загружались Но в какой-то момент Наверное Кто-то Начнет Переходить На нативные модули Будут писать Какие-то инструкции Сейчас Как там Vue.js С этим React С этим Адаптировать И так далее Элемент Дайлог HTML Появился Теперь Для всяких Всплывающих Окон И контейнеров Которые Вот Модалки Эти Показывает Он теперь Есть У него Есть Стандартные Свойствия Методы Как у всех Так сказать HTML Элементов Но есть Еще и другие Свойства Там Open Return Value Close Метод Open Метод Show Модал Стандартные В джаваскрипте Это все Так скажем То Чего Поможет С ним Работать Уже Не просто Какой-то Там Алерт Высылать Или Свою Собственную Модалку Девать Вы можете Ее Теперь Семантическую Девать Вот Такую HTML Атрибут Nons Появился Для Link Это Хешированная Строка Криптографическая Для того Чтобы Проверить Ну Короче говоря Передавать Ее Сразу По Ссылке А там Когда По ней Перейдете Проверять Тот Этот Человек Прошел Перешел Или Не тот Например В iFrame Теперь Два Изменения Появилось Новые Атрибуты Love Payment Request Для Интеграции С Payment Request API И Новое Значение Для Атрибута Sandbox Для Интеграции С Presentation API Вот Такие Вот Штуки Кто Пользуется Этими API Сейчас Прям Вздохну Ой Как Я Прям Эти API Вышли Позавчера Я Эти Два Дня Мучился Не мог Нормально Использовать Внимание Стандартно Удалены Элементы Kgen Menu Menu Item Про Kgen Я Не Слышу Про Menu Menu Item Слышу Это Типа Как Списки Только Не Списки Другие Атрибут Input Mode Для Текстовых Input Убрался Drop Zone Атрибутов Тоже Ушли Show Model Dialog Метод Убран Хотя Show Model Просто Есть Уже Теперь У Нового Элемента Dialog То есть Они Что-то Меняют Валидными С точки Зрения Стало Использование Тега Style Прям Внутри Body Раньше Это Подчеркивалось Несколько Main Использовать Теперь Можно С учетом Что Виден Будет Только Один Пустой Option Для Data List Можно Использовать Теперь И Презентация Для Image Что Такое Презентация Для Image Я Не Знаю Все Остальное Понятно Более Не Соответствует Стандарту Атрибут Roll У элемента Caption Все Нельзя Больше У Caption Roll Никакой Делать И Strict HTML4 X HTML1 Doctype Теперь Все Забыли Про Них Еще До Этого Они Были Актуальны Чуть По Другому Можно Было Делать Валидаторы Под Них Особые Были А Теперь Все Теперь Они Не Актуальны И Все Вот Так 5.2 HTML Такие Нам Изменения Внес Пишите В Комментариях Если Вас Забудораживает К концу Так сказать Медленно Но верно И Я Никита Тебя Приглашаю Сказать Что ты Видишь На Обойке Так Обойка На Обойке Я Вижу Ну Во-первых Двух Видимо Лиц Женского Пола А вот Кстати У меня Тоже Я Когда Ставил Думал Что Женского А потом Думал Вдруг Левый Мужского Не Там Есть Талия Некая Но Мне кажется Все Женского И Они Где-то идут в переход Заходят Будем надеяться Вот Я думаю Что это наши фанатки Скорее всего Как ты считаешь Ты вот так У меня есть Свой ответ Я прям Я продумал Он изящен довольно Ну давай Давай Куда они идут Наш подкаст Это где Наш подкаст Это есть переход Пока Пока еще не вышел Нет Они идут Слушайте его Просто домой Вдвоем Наш подкаст У них в сердцах Они придут домой Разделутся Включат запись Значит Вот Отлично И Скажем так Буду слушать Все Чего ты хотел Я по другому Думал Я думал Что наш подкаст Это этот переход А эти два человека Это рубрика Разработка и дизайн И они сейчас Спустятся Сюда Включат свет Подожди А дизайн Это слева Которая непонятно Девочка или мальчик Справа Нет Девочка или мальчик Нет Я хотел Чтобы разработка Была слева Она говорит У нас просто Разработка В этот раз Такая Статья Продолжала скрип Шестилетней давности И про html5.2 Короткая заметка Которая прям Не в красную армию Поэтому да А дизайн у нас В этот раз Прям такой Роскошный Хороший Вот они включат В этом переходе Свет И расположатся Там А все уже Начнут ходить И они там Одна на скрипке Будут играть Одна на там-тайме И все будут Наслаждаться этим Действием Как собственно И нашим подкастом Вот так я придумал Так Но одна будет Другой на там-тайме Играть Я понял Да Все Ладно Окей Короче Смотри Самое главное Надо что сказать Это последний подкаст В этом году Да Я искренне надеюсь Что мы с тобой Еще спешил Какой-нибудь заснимем Коротенький Чтобы мы его выложили Прям 31 числа Да У нас же просили Там что-то там Что-то там Я думаю Что-нибудь будет Поэтому Чуваки Обязательно Обязательно Будьте на связи Сильно не бухайте Послушайте подкаст Если что То с наступающим Новым годом Увидимся уже В следующем году Это точно Увидимся в следующем году Да обязательно Услышимся Услышимся Рекламу у нас Покупайте На worksobaka.uapdesign.ru На патреоне Становитесь нашими патронами У вас еще есть Время успеть в декабре Стать патронами Чтобы уже в январе Получить свои награды Потому что я напоминаю Награды вы получаете Только первым числом Следующего месяца У вас есть еще Коротенькая неделька Для того чтобы Награды получить Прям вот В новый год себе Первого января В подарок Вот представьте Как мы вас любим И сразу стекловато Сразу Новый-новый-новый-новый год Новый год Тарам-там Вот Подписывайтесь на нас в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке В Инстаграме Обязательно на Телеграм-каналы Наши подписывайтесь На Ювеб-дизайн И на Варкрафт Рус Это просто Лучшие места Которые сейчас в интернете есть Телеграм-группу в нашу Вступайте Там неформальное общение Всякое Прикольно И в iTunes Ставьте звездочки Пишите отзывы В YouTube Пишите комментарии Ставьте пальцы вверх На колокольчик Нажимайте Не пропускайте наш подкаст Увидимся уже в следующем году Всех с праздником Берегите себя Удачи Пока всем Субтитры сделал DimaTorzok